This is a LibriWalks recording. All LibriWalks recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriWalks.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава первая. Учитель Карл Иванович. 12 августа 1800 года, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло 10 лет и в который я получил такие чудесные подарки в 7 часов утра, Карл Иванович разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукой образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами, окинул Карла Ивановича. Он же в пестром ваточном халате, под поясанным поясом из той же материи в красной вязаной ермолке, с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. По ложам, думал я, я маленький, но зачем он тревожит меня, отчего он не бьет мух около Володиной постели, вон их сколько. Нет, Володя старше меня, а я меньше всех, оттого он меня и мучает, только о том и думает всю жизнь, прошептал я, как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что распудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает. Противный человек, и халат, и шапочка, и кисточка, какие противные. В то время, как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, Повесил хлопушку на гвоздик, и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам. «Auf, kinder, auf! Es ist Zeit! Die Mutter ist schön im Saal!» — крикнул он добрым немецким голосом. Потом подошел ко мне, сел в ног, достал из кармана табакерку, я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утер нос, щекнул пальцами, и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. «Нун, нун, фауленца!» — говорил он. Как я не боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову в подушке. Изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. Какой он добрый, как нас любит, а я мог так дурно о нем подумать. Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича. Хотелось смеяться и хотелось плакать, нервы были расстроены. «Ах, ласензи, Карл Иванович!» — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек. Карл Иванович удивился, оставив в покое мои подошвы, и с беспокойством стал спрашивать меня, о чем я, не видел ли я чего дурного во сне. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противным его халат, шапочку и кисточку. Теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто мама умерла, и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помню, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины. Когда Карл Иванович оставил меня, и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слез немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай, маленький и чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наше платье и обувь, Володе сапоги, а мне покуда еще несносные башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать. При том, утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, предразнивая Марью Ивановну, гувернантку сестры, так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил, — Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться. Я совсем развеселился. — Синдзи бальд фэтих? — послышался из классный голос Карла Ивановича. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классный Карл Иванович был совсем другой человек, он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иванович с очками на носу и книгой в руки сидел на своем обычном месте между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки, одна наша детская, другая Карла Ивановича собственная. На нашей были всех сортов книги, учебные и неучебные, одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Истуарь де вояж» в красных переплетах очень упирались в стену. А потом пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги. Корочки без книг и книги без корочек. Все туда же. Бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку. Как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на собственной, если не была так великой, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три. Немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту без переплета. Один том истории семилетней войны в пергаменте, прожженном с одного угла и полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением. Даже испортил он свое зрение. Но кроме этих книг и северной пчелы он ничего не читал. В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это кружок из кордона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуру какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил, и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света. Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо. В одной руке он держит книгу, которая покоится на ручке кресел. Подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна. Бывало, как досато набегаешься внизу по зале на цыпочках, прокрадешься наверх в классную, смотришь, Карла Иванович сидит себе один на своем кресле и со спокойно величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал, очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо, только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егером. Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю, бедный, бедный старик, нас много, мы играем, нам весело, а он один из денежных, и никто-то его не приласкает. Правда, он говорит, что он сирота, и история его жизни какая ужасная. Я помню, как он рассказывал ее Николаю, ужасно было в его положении. И так жалко станет, что, бывало, подойдешь к нему, возьмешь за руку, скажешь, либо Карл Иванович. Он любил, когда я ему говорил так, всегда приласкает, он видно, и видно, что растроган. И на другой стене висели ланд-карты, все почти изорванные, но искусственно подклеены рукой Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки. Одна изрезанная наша, другая новенькая, собственно употребляемая им более для поощрения, чем для линевания. С другой черная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки, и грестниками маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени. Как мне памятен этот угол? Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь, забыл про меня, Карл Иванович. Ему должно быть покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику. А каково мне? И начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку, или ковырять штукатурку со стены. Но если вдруг упадет с шумом слишком большой густок на землю, право, один страх уже хуже всякого наказания. Глянешься на Карла Ивановича, а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает. В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стояло было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них. Прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждая камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне. За дорогой стрижная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетенный чистокол. Через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес. Далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышу оттуда говор и смех, как сделается досадно, что нельзя там быть. И думаешь, когда же я буду большой, перестану учиться, и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю. Досада перейдет в грусть, и бог знает от чего и о чем так задумаешься, что не слышу, как Карл Иванович сердится за ошибки. Карл Иванович снял халат, надел синий фраг с возвышениями и сборками на плечах, отправился перед зеркалом в свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой. Продолжение следует... Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли. Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, сшитый и белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал, но общее выражение кользает у меня. Налево от дивана стоял старый английский рояль. Перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка, и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками, с заметным напряжением разыгрывала этюды Клименте. Ей было 11 лет. Она ходила в коротеньком холостниковом платьице, в беленьких обшитых кружевом панталончиках, и октаву могла брать только арпеджио. Подлиньо в полуоборот стела Мария Ивановна в чипце с розовыми лентами, в голубой кацавейке и с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иванович. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжила, топая ногой считать «Ан, Де, Трои», «Ан, Де, Трои», еще громче и повелительнее, чем прежде. Карл Иванович не обращал на это ровно никакого внимания. По своему обыкновению с немецким приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку. Их данка либо, Карл Иванович, и, продолжая говорить по-немецки, она спросила, «Хорошо ли спали дети?» Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой, а стол, стоя на одной ноге и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал, «Вы меня извините, Наталья Николаевна?» Карл Иванович, чтобы не простудить своей головы, никогда не снимал красной шапочкой, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволение. «Наденьте, Карл Иванович, я спрашиваю, хорошо ли спали дети?» Сказала мама, подвинувшись к нему и довольно громко. Но он опять ничего не слыхал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался. «Постойте на минутку, Мими», — сказала мама Мария Ивановна. С улыбкой ничего не слышно. Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелом минуте жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой у лица. Если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно. Если она не изменяет его, то оно обыкновенно. Если она портит его, то оно дурно. Поздоровавшись со мной, мама взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад. Потом посмотрела пристально на меня и сказала, «Ты плакал сегодня?» Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила, «О чем ты плакал?» Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала о совершенстве. «Это я во сне плакал, мама», — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон. Я не волен, содрогаясь при этой мысли. Карл Иванович подтвердил мои слова, но умолчал о сне, «Поговорив еще о погоде, разговор, в котором приняла участие имими, мама положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна. «Ну, ступайте теперь к папа. Дети, расскажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно». Музыка, считание и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя конту, удерживающую ее от времен дедушки, название официантской, мы вошли в кабинет. The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава третья. Папа. Он стоял подле письменного стола, и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который стоял на своем обычном месте между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами. Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались. Но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно было бы угадывать угадывать тайные мысли Якова. Лицо же его всегда было спокойно, выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности. То есть, я прав, а, впрочем, воля ваша. Увидев нас, папа только сказал, погодите сейчас, и приказал движением головы теперь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее. Ах, боже мой милостивый, что с тобой нынче Яков продолжал ему приказчику, подергивая плечем. У него была эта привычка, этот конверт со вложением 800 рублей. Яков подвинул счет и кинул 800 и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше. Для расходов по экономии мы вам отсутствуем. Понимаешь, за мельницу ты должен получить 1000 рублей, так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно 8000. За сено, которого по твоему же расчету можно продать 7000 пудов кладу по 45 копеек. Ты получишь 3000. Следовательно, всех денег у тебя будет сколько? 12000, так или нет? Так точно, сказал Яков. Но по быстроте движений, пальцами, я заметил, что он хотел возразить. Папа перебил его. Ну, из этих-то денег ты пошлешь 10000 в совет за Петровское. Теперь деньги, которые находятся в конторе. Продолжал папа. Яков смешал прежние 12000 и кинул 21000. Ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе. Яков смешал счеты и перевернул их. Показывая, должно быть этим, что и деньги 21000 пропадут так же. Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу. Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано Карлу Ивановичу Мауэру. Должно быть, заметив, что я прощал то, что мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание, но на всякий случай же поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече. Слушаюсь, сказал Яков. Какое приказание будет насчет хабаровских денег? Хабаровка была деревня Мама. Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания. Яков получал несколько секунд. Потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания на свойственное ему выражение плутоватой смертливости, подвинул к себе счеты и начал говорить. Позвольте вам доложить, Петр Александрович, что как вам будет угодно, а в совет к скроку заплатить нельзя. Вы извольте говорить, продолжал он с расстановкой, что должны получиться денег с залогов, с мельницы и сена. Вы считываете статьи, он кинул их на кости. Так, я боюсь, что как бы нам не ошибиться в расчетах, прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на попа. Отчего? А вот изволите видеть насчет мельницы. Так, так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить, и Христом Богом обожился, что денег у него нет. Да он и теперь здесь. Так не угодно ли вам будет с ним переговорить? Что же он говорит? Спросил папа, делая головой знак, что не хочет говорить с мельником. Да известно, что. Говорит, что помолу совсем не было, что какие денежонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, сударь, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели, и скоро их получить не придется. А наметнее, я наметнее посылал в город к Ивану Афанасьевичу ввоз муки и записку об этом деле. Так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александровича, но дело не в моих руках, а что, как по всему видно, так вряд ли и через два месяца получится. Ваша квитанция. Насчет сены изволили говорить, положим, что и продастся на три тысячи. Он кинул на счеты три тысячи из минут, молчал, посматривая, то на счеты, то в глаза попас таким выражением, вы сами видите, как это мало, да и на сене, опять-таки, проторгуем, коли его теперь продавать. Вы сами извольте знать. Видно было, что у него еще большой запас доводов. Должно быть, поэтому папа перебил его. Я распоряжений своих не переменю, сказал он, но если в получении этих денег действительно будет задержка, то нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет. Слушаюсь. По выражению лица и пальцев Якова, заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие. Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек. Он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о превращении собственности своего господина на счет собственности госпожи, стараясь доказать, что необходимо употреблять все доходы с ее имени на Петровское, село, в котором мы жили. В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом. Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне Баклушебедь, что мы перестали быть маленькими, что пора нам серьезно учиться. Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собой, сказал он. Вы будете жить у бабушки, а мама с девочками останется здесь. И вы это знаете, что одно для нее будет утешение слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны. Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного. Однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснил дрожащим голосом, передал поручение матушке. Так вот, что предвещал мне мой сон, подумал я. Дай бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже. Мне очень-очень жалко стало матушку и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня. Ежели мы нынче едем, то верно классов не будет. Это славно, думал я. Однако жалко Карла Ивановича. Его верно отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверты. Уж лучше бы век учиться да не уезжать и расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Ивановича. Он и так очень несчастлив. Мысли эти мелькали в моей голове. Я не трогался с места и присоединенно смотрел на черные бантики своих башмаков. Сказав с Карлом Ивановичем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак с тем, чтобы на прощание выехать после обеда послушать молодых гончих, папа против моего ожидания поставил нас учиться, утешив однако обещанием взять на охоту. По дороге наверх я забежал на террасу. У дверей на солнышке зажмурившись лежала любимая борцая собака отца Милка. Милочка говорил я лаская ее и целуя в морду Мы нынче едем прощай никогда больше не увидимся Я расчувствовался и заплакал Лев Толстой Детство Глава 4 Классы Карл Иванович был очень не в духе Это было заметно по его сдвинутым бровям и по тому, как он швырнул свой сюртук в комод и как сердито подпоясался и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означать то место, до которого мы должны были выдвердить. Володя учился порядочно. Я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшиеся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать. Когда же пришло время говорить о Карлу Ивановичу, который, зажмурившись, слушал меня, а это был дурной признак. Именно на том месте, где один говорит «Во комен зи хэр?» а другой отвечает «Их коме фом кафехаузе». Я не мог более удерживать слез и от ряда не мог произнести «Хабен зи ли цайтунг михтеглезен?» Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге. Карл Иванович рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия, это было его любимое, его слово, угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощения, тогда, как я от слез не мог слово вымолвить. Наконец, должно быть, чувство свою несправедливость, он ушел в комнату, Николай и хлопнул дверью. Из классной слышен был разговор в комнате дядьки. «Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву?» сказал Карл Иванович, входя в комнату. «Да как же, слышал?» «Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иванович сказал, сиди, Николай». И вслед за этим створил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать. «Сколько не делай добра людям, как-нибудь привязан. Видно, благодарности нельзя ожидать. Николай», говорил Карл Иванович с чувством. Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кинул головой. «Я 12 лет живу в этом доме и могу сказать перед Богом». Николай, продолжал Карл Иванович, поднимая глаза и табакерку к потолку, что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. «Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я 9 дней не смыкая глаз сидел у его постели? Да, тогда я был добрый, милый Карл Иванович. Теперь я... Тогда я был нужен, а теперь, прибавил он иронически улыбаясь, теперь дети большие стали. Им надо серьезно учиться, точно они здесь не учатся. Николай, «Как же еще учиться?» «Кажется, сказал Николай, положив шило им, протягивая обеими руками дратвы. Да, теперь я не нужен стал. Меня не надо прогнать. А где обещание, где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю Николай», сказал он, прикладывая руку к груди. «Да что она? Ее воля в этом деле все равно, что вот это». При этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи. «Я знаю, чьи это штуки и от чего я стал не нужен, от того, что я не лечу и не потакаю во всем, как иные люди. Я привык всегда и перед всеми говорить правду», сказал он гордо. «Бог с ними, от того, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, бог милостив, найду себе кусок хлеба». Не так ли Николай? Николай поднял голову и посмотрел на Карла Ивановича, так как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба? Но ничего не сказал. много и долго говорил в этом духе Карл Иванович, говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил. Мне очень больно было это слушать. Говорил о Саксонии, о своих родителях, о других своем партнерах Шенхайт и так далее. И так далее. Я сочувствовал его горе и мне больно было, что отец Карл Иванович, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга. Я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие. Вернувшись в классную, Карл Иванович велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда все было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее. «Вон сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради». Несколько раз с различными интонациями, с выражением величайшего удовольствия прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль. Потом задал нам урок, из истории сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде. Оно выражало удовольствие человека, достойно отомстившего за повесенную ему обиду. Было без четверти час, но Карл Иванович казалось не думал о том, чтобы отпустить нас. Он то и дело задавал новые уроки. Скук и аппетит увеличивались в одинаковые мели. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки. Вот слышно, как шумят посудой в буфете, раздвигают стол и ставят стулья. Вот и Мими с Любочкой и Катенькой. Катенька двенадцатилетняя дочь Мими идут из сада. Но не видать фоки, дворецкого фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и не обращать внимания на Карла Ивановича бежать вниз. Вот слышны шаги по лестнице. Но это не Фока. Я изучил его походку и всегда узнаю скрипь его сапогов. Дверь отворилась и в ней показалась фигура мне совершенно незнакомая. The end of part four. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 5. Юродивый. В комнату вошел человек лет пятидесяти, с бледным, изрытым, оспово-продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой, рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник. В руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он изо всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестан и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение. «Ага, попались!» закричал. Он маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку. Потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. «Ох, жалко!» «Ох, больно!» «Сердечные улетят!» сковорил он потом дрожащим от слез голосом с чувством всматривая в Володю и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы. Голос его был груб и хрип. Движение торопливо и неровно, речь бессмысленная не связана. Он никогда не употреблял местоимений, но ударение так трогательное и желтое, уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что слушая его нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти. Это был юродивый и странник Гриша. Откуда был он? Кто были его родители? Что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с 15-го года стал известен как юродивый, которому зиму и лет ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит и говорит загадочные слова, которые некоторым принимаются за предсказание, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке, что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй. Наконец явился давно желанный пунктуальный фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и мама ходили, рука об руку, по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Мария Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом примыкавшим к дивану и строгим, но сдержанным и голосом давал наставление сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иванович вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так. Я вас не замечаю, Карл Иванович. По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие, но вскочить со своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать «Бонжуюх Мими», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры. Что за несносная особа была эта Мими? При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить, она все находила неприлично. Сверх того, она беспрестанно приставала «Парле дон франсэй», а тут-то как назло, так и хочется болтать по-русски. Или за обедом только что войдешь во вкус какого-нибудь кушания и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно «Манжет-дон авэк-дю-пэн», или «Камон-сэ-кэ-вутон-э-вот-форшетт?» «И какое ей до нас дело?» «Подумаешь, пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иваныч». Я вполне разделял его ненести к ним люди. «Попроси мамашу, чтобы нас взяли на охоту», сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку. «Когда большие прошли вперед в столовую?» «Хорошо, постараемся!» Гриша обедал в столовую, но за особенным столиком. Он не поднимал глаз со своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримаски и говорил, как будто сам с собой. «Жалко, улетела, улетит голубь в небо, ах, на могиле камень» и тому подобное. Мама с утра была расстроена. Присутствие слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение. «Ах да, я было и забыл попросить тебя об одной вещи», сказала она, подавая отцу тарелку с супом. «Что такое? Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они так и на детей могут наброситься?» Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривал. «Хотел, чтобы загрызли, Бог не пустил». «Грех собаками травить, большой грех, не бей, большак». Примечание. Так он безразлично называл всех мужчин примечания Льва Николаевича Толстого. Конец примечания. «Что бить? Бог простит, дни не такие». «Что это он говорит?» спросил папа, пристально и строго рассматривая его. «Я ничего не понимаю». «А я понимаю», отвечал мама. «Он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак». Так он и говорит, «Хотел, чтобы загрызли, но Бог не пустил и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его». «А-а-а, вот что», сказал папа. «Почем же он знает, что я хочу наказать этого охотника?» «Ты знаешь, я вообще небольшой охотник до этих господ», продолжал он по-французски, «но этот особенно мне не нравится и должен быть». «Ах, не говори это, мой друг», прервала его мама, как будто испугавшись чего-нибудь. «Почем ты знаешь?» «Кажется, я имел случай изучить эту породу людей. Их стоит... их столько к тебе ходят, все на один покрой, вечно одна и та же история. Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить. «Передай мне, пожалуйста, пирожок», сказала она. «Что, хороши ли они нынче?» «Нет, меня сердит», продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы мама не могла достать его. «Нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман». И он ударил вилкой по столу. «Я тебя просила передать мне пирожок», повторила она, протягивая руку. «И прекрасно делают», продолжал папа, отодвигая руку, что таких людей сажают в полицию. «Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабый нерв некоторых особ». Привел он с усмешкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок. «Я на этот тебе только одно скажу. Трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои 60 лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в два пуда весом, и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом. Трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. Насчет предсказаний прибавила она со вздохом и, помолчав немного, «Je suis payé pour y quoi?» «Я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час предсказал покойнику папеньке его кончину». «Ах, что ты со мной сделала?» сказал папа, улыбаясь и приставив руку к рту с той стороны, с которой сидела Мими, когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного. «Зачем ты мне напомнил об его ногах?» я посмотрел и теперь ничего есть не буду. Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали мне, вертелась на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это означало, что же вы не простите, чтобы нас взяли на охоту? Я толкнул локтем Володя, Володя толкнул меня и наконец решился. Сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту в линейке. После небольшого совещания между большими вопросом решен был в нашу пользу. И что было еще приятнее, мама сказала, что она сама поедет с нами. Лев Толстой Детство Глава 6 Приготовление к охоте Во время пирожного был позван Яков и отдано приказание насчет линейки собак и верховых лошадей. Все с величайшую подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала, папа велел оседлать для него охотничью. Это слово охотничья лошадь как-то странно звучало в ушах мама. Ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивлением с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что она что он очень любит когда лошадь несет, педняжка мама продолжала отвердить, что она все гуляние будет муситься. Обед кончился, большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам покрытым упадшими желтыми листьями и разговаривать. Начались разговоры о том, что Любочка тише бегает, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть великие Гриши и так далее. О том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор у нас был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидела по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками. За охотниками кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Немало немедля мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, ассордаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками. День был жаркий, белые причудливых форм тучки с утра показались на горизонте, потом все ближе и ближе стал сгонять маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели туч, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. Эти стали расходиться, одни побледнели и бежали на горизонт, другие над самой головой превратились в белую прозрачную чешую, одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович всегда знал куда какая туча пойдет, он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная. Фокон, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловкой скорой, крикнул «Подавай!» и, раздвинув ноги, твердо встал посередине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться, хотя мне кажется, совсем не нужно было держаться. Мы селись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, мама, указывая на охотничью лошадь, просила дрожащим голосом у кучера, «Это для Владимира Петровича лошадь?» И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении, взлез на свою лошадку, смотрел ей между шеей и делал по двору разные эволюции. «Собак не извольте раздавить», сказал мне какой-то охотник. «Будь спокойным, мне не в первый раз», отвечал я гордо. Володя сел на охотничью лошадь, несмотря на твердость своего характера, не без некоторого строгания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил, «Смирна ли она?» На лошади же он был очень хорош, точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на себя так хорошо, что мне было завидно, особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида. Вот послышали шаги попа на лестнице. Выжлядник подогнал отрыскавших гончих. Охотники с борзыми подозвали своих и стали ссадиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу. Собаки ссоры, попа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. В свет за ним в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками. С одними поиграет, с другими понюхается, не порычит, а у некоторых поищет блох. Папа сел на лошадь, и мы поехали. the end of the chapter. This is LibriVox recordings. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой, детство, глава седьмая, охота. До изжачий, прозывавшийся турка, на глубой горбоносой лошади в мохнатой шапке с огромным рогом с плечами и ножом на поезде ехал впереди всех. Во мрачной и свириповой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. А около задних ног его лошади пестрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончия. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которая вздумывалась отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжилятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арабником, приговаривая в кучу. Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле. Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое, блестяще желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда оказался вне самым одоленным таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копными и народом. В высокой густой ржавенелись кое-где на выжатой полосе согнутая спина женщин жницы взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в цене, нагнувшаяся над люлькой и разбросанные снопы по усеянному васильками жнипью. В другой стороне мужики в одних рубахах стоя на телегах накладывали копны и пылили по сухому раскаленному полю. Староста в сапогах и армяке в накидку с бирками в руке издалека заметив папа снял свою поярковую шляпу утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрыть его на баб. Прыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла легкой игривой ходой, изредка опуская голову груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост с серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью за ногами лошади. Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говора народа, топот лошадей и слег, веселый свист, перепелов жужжание насекомых, которые неподвижными стаями бились. Бились в воздухе запах полыни, соломы и лошадиного пота. Тысяча различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-желтому жнивью, синие дали леса и белой лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью. Все это я видел, слышал и чувствовал. Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и сверх всякого ожидания еще телегу в одну лошадь на середине, в которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелась самовар, катка с мороженой формой и еще кое-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться, это был чай на чистом воздухе. Мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу, на траве и вообще на таком месте, на котором никто никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением. Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить. Впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему. разомкнул собак и, спеша, второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомнутые гончие, прежде всего, маханиями хвостов, выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились, потом уже, маленько раз, принюхиваясь и, махая хвостами, побежали в разные стороны. «Если у тебя платок», спросил папа. Я вынулся с кармана и показал ему. «Ну, так возьми на платок эту серую собаку». «Жирана», сказал я с видом на така. «Да, и бегим по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри, ко мне обязательно не приходить». Я обмотал платком махнутой шею жирана и, опрометчиво, бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед. «Скорей, скорее, а то опоздаешь!» Жиран беспростоянно останавливался, поднимая уши и прислушивался к порасканию охотников. А у меня недоставалось сил стащить его с места, и я начинал кричать «Ату! Ату!» Тогда жиран рвался так сильно, что я на силу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Я сбрав у горня высокого дуба тенистые и ровные места, я лег на траву, усадил подле себя жиран и начал ожидать. Воображение моё, как всегда, бывает в подобных случаях, ушло далеко вперёд в действительности. Я воображал себе, что травлю уже третьего зайца. В то время, как отозвалась в лесу первая гонча. Голос турки, кроме громче и удушевлённее раздался по лесу. Гонча взвискывала, и голос её слышался чаще и чаще. К нему присоединился другой басистый голос, потом третий, четвёртый. Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее, и, наконец, слились в один звонкий заливистый гул. Остров был голосистый, гонча варили варом. Услыхав это, я замер на своём месте. Вперед глаза в опушку я бессмысленно улыбался. Подкатился с меня градом, и хотя капли его сбегая по подбородку щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряжённости было слишком неестественное, чтобы продолжаться долго. гончить то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня. Зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С жераном было то же самое. Сначала он рвался и взвизгивал, потом лёг подле меня, положил морду мне на колень и успокоился. Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел по серой, сухой земля между сухими дубовыми листьями, желудями, пересохшими обомшалыми хворостинками, жёлто-зелёным мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелёными травками кишмякишили муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам, некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загрозил ею дорогу. Надо было видеть, как один, презирая опасность, подлезал под неё, другие перелезали. Через. А некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать. Останавливались, искали обхода или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рука в моей курточке. От этих интересных наблюдений я был отвлечён бабочкой с жёлтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво велась передо мною. Как только я обратил на неё внимание, она отлетела от меня шага на два, повалилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли её пригрело, или она брала сок из этой травки. Только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку. Наконец совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на неё. Вдруг жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал и оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другого, прыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову и я всё забыл в эту минуту. Закричал что-то низовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться. Заяц присел, сделал прыжок и больше я его не видал. Но каков был мой стыд, когда все с загонщиками, которые в голос вывели на опушку из-за густов показался турка. Он видел мою ошибку, которая состояла в том, что я не выдержал и презрительно взглянув на меня, сказав только «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано. Мне было бы легче, если бы он меня, как зайца, повесил на седло. Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя поляшком. Боже мой, что я наделал? Я слышал, как гончие погнали дальше, как затукали на другой стороне острова, отбили зайцы, как турка в свой огромный рог вызвал собак. Но все не трогался с места. The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий Лев Николаевич Толстой Детство Голова Игры Охота кончилась. В тени молодых березок был разослан ковер, и на ковре кружком сидело все общество. Буфетчик Гаврила, примяв около себя зеленую сочную траву, перетирал тарелки и доставал из коробочки завернутые в листья сливы и персики. Сквозь зеленые ветви молодых берез просвечивало солнце и бросало на узоры ковра, на мои ноги и даже на пляшивую вспотевшую голову Гаврилы круглые колебающиеся просветы. Легкий ветерок, пробегая по листве деревьев, по моим волосам и вспотевшему лицу чрезвычайно освежал меня. Когда нас отделили мороженым и фруктами, делать на ковре было нечего, и мы, несмотря на косые палящие лучи солнца, встали и отправились играть. «Ну, во что?» сказала Любочка, щурясь от солнца и припрыгивая на траве. «Давайте в Робинзона». «Нет, скучно», сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережевывая листья. «Вечно, Робинзон, ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить». Володя заметно вважничал. Должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей лошади и притворялся, что очень устал. Может быть и то, что у него уже было слишком много здравого смысла и слишком мало сил и воображения, чтобы вполне наслаждаться игрой в Робинзона. Игра эта состояла в представлении сцен из «Робинзон Суис», которого мы читали незадолго перед этим. «Ну, пожалуйста, чего ты не хочешь сделать нам этого удовольствия?» приставали к нему девочки. «Ты будешь Шарль или Эрнест или отец, как хочешь». говорила Катенька, стараясь за рука в курточке приподнять его с земли. «Право, не хочется, скучно», сказал Володя, потягиваясь и вместе с тем самодовольно улыбаясь. «Так лучше бы дома сидеть, коли никто не хочет играть», сквозь слезы выговорила Любочка. Она была страшная плакса. «Ну, пойдемте, только не плачь, пожалуйста, терпеть не могу». Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия. Напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил начали грести, Володя сидел, сложа руки и в поясе, не имеющий ничего схожего с пузой рыболова. Я заметил ему это, но он отвечал, что от того, что мы будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не проиграем, и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту с палкой на плече и отправился в лес, Володя лег на спину и закинул руки под голову и сказал ему, что будто бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более, что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно. Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коля так рассуждает, то и на стульях ездить нельзя. А Володя, я думаю, сам помнит, как в долгие зимние вечера мы накрывали кресло платками, делали из него коляску, один садился кучером, другой лакеем, девочки в середину, три стула были тройка лошадей, и мы отправлялись на дорогу. И какие разные приключения случались в этой дороге. И как весело и скоро проходили зимние вечера, ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет. Что ж тогда останется? The end of the chapter. This is a LibriWalks recording. All LibriWalks recordings are in a public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriWalks.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Николаевич Толстой. Детство. Глава 9. Что-то вроде первой любви. Представляю, что она рвёт из дерева какие-то американские фрукты. Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка. С ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего-нибудь. Игра прекратилась. Мы все головами вместе припали к земле смотреть эту редкость. Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге. Я заметил, что многие девочки имеют привычку подёргивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Ещё я помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила «C'est un geste de femme de chambre». Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение. И в то же время ветер поднял косыночку с её беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на два пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка, смотрел, смотрел и изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейки её и уши покраснели. Болодя, не поднимая головы, презрительно сказал «Что за нежности?» У меня не... У меня же были слёзы на глазах. Я не спускал глаз Катеньки. Я давно уже привык её свеженькому белокуренькому личику и всегда любил его. Но теперь внимательнее стало смотреться в него и полюбил ещё больше. Когда мы подошли к большим, папа по великой нашей радости объявил, что по просьбе матушки поездка отложена до завтрашнего утра. Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молотчеством, гарцевали около неё. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника, но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прелестить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом с помощью холстая ног разогнал свою лошадку, принял непринуждённое грациозное положение и хотел вихренем пронестись мимо них, с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только что лучше, молча ли бы раскакать или крикнуть, но несносная лошадка, поравнявшись с упряженными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею чуть-чуть не полетел. The end of the chapter. This is a LibriWalks recording. All LibriWalks recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriWalks.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой, детство, глава 10. Что за человек был мой отец? Он был человек прошлого века и имел общей молодёжи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула. На людей нынешнего века он смотрел презрительно и взгляд этот происходил столько же от врождённой гордости, сколько от тайной досады за то, что в наш век он не мог иметь ни того влияния, ни тех успехов, которые имел в свой. Две главные страсти его в жизни были карты и женщины. Он выиграл в продолжении своей жизни несколько миллионов и имел связи с бесчисленным числом женщин всех сословий. Большой статный рост, странная маленькими шажками походка, привычка подёргивать плечом, маленькие всегда улыбающиеся глазки, большой орлиный нос, неправильные губы, которые как-то неловко, но приятно складывались, недостаток в произношении, пришёптывание и большая во всю голову лысина. Вот наружность моего отца с тех пор, как я его запомню. Наружность, в которой он умел не только прослышь и быть человеком обон фуртюн, но нравится всем без исключения, людям всех сословий и состояний, в особенности же тем, которым хотел нравиться. Он умел взять верх в отношениях со всяким, не быв никогда человеком очень большого света, он всегда водился с людьми этого круга и так, что был уважаем. Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которые не оскорбляют других, возвышало его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувство удивления, в каком бы он ни был в блестящем положении, казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобство и наслаждение и умел пользоваться ими. Конек его был блестящей связь, которую он имел частью по родству своей матери, моей матери, частью по своим товарищам в молодости, на которых он в душе сердился за то, что они далеко ушли в чинах, а он навсегда остался отставным поручиком гвардии. Он, как и все бывшие военные, не умел одеваться по-модному, но зато он одевался оригинально и изящно. Всегда очень широкое и легкое платье, прекрасное белье, большие отвороченные манжеты и воротнички. Впрочем, все шло к его большому росту, сильному сажению, высой голове и спокойным, самоуверенным движением. Он был чувствительный, даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались и он с досадой оставлял книгу. Он любил музыку, певал, аккомпанируя себе на фортепиано, романсы приятеля своего, цыганские песни и некоторые мотивы из опер. Но ученый музыки не любил и не обращая внимания на общее мнение, откровенно говорил, что знат и Бетховена нагоняют на него сон и скуку и что он не знает лучше ничего, как «Не будите меня молоду», так его певала Семенова и «Не одна, как певала цыганка Танюша». Его натура была одной из тех, которым для хорошего дела необходима публика. И тот только он считал хорошим, что называла хорошим публиком. Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения. Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять себе их. Да, он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости. В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, но единственное на основании практическом. Те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастье и удовольствие, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил. Он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость. The end of the chapter. This is a LibriWalks recording. All LibriWalks recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriWalks.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 11. Занятие в кабинете и гостиной. Уже смеркалось, когда мы приехали домой. Мама села за рояль, а мы, дети, принесли бумаги, карандаши, краски и расположились рисовать около круглого стола. У меня была только синяя краска, но, несмотря на это, я затеял нарисовать охоту. Очень живо изобразив синего мальчика верхом на синей лошади и синих собаках, я не знал, наверное, можно ли нарисовать синего зайца и побежал к папа в кабинет посоветоваться об этом. Папа читал что-то и на вопрос мой «Бывают ли синие зайцы?» Не поднимая головы, отвечал «Бывают, мой друг, и бывают». Возвратившись к круглому столу, я изобразил синего зайца. Потом нашел нужным переделать из синего зайца куст. Куст тоже мне не понравился. Я сделал из него дерево. Скирт. Из скирта облако. И, наконец, так испачивал всю бумагу и синей краской, что с досады разорвал ее и пошел дремать на вольтеровское кресло. Мама играла второй концерт Фильда своего учителя. Я дремал, и в моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспоминал что-то грустное, тяжелое и мрачное. Мама часто играла эти две пьесы, поэтому я очень хорошо помню чувства, которые они во мне возбуждали. Чувство это было похоже на воспоминание, но воспоминание чего? Казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было. Против меня была дверь в кабинет, и я видел, как туда вошли Яков и еще какие-то люди в кафтанах и с бородами. Дверь тотчас затворилось за ними. Ну, начались занятия, подумал я. Мне казалось, что важнее тех дел, которые делались в кабинете, ничего в мире быть не могло. В этой мысли подтверждало меня еще то, что к дверям кабинета все подходили, обыкновенно перешептываясь и на цыпочках. Оттуда же был слышен громкий голос попа и запах сигар, который всегда, не знаю почему, меня очень привлекал. В просунках меня вдруг поразил очень знакомый скрип сапогов в официантской. Карл Иваныч на цыпочках, но с лицом мрачным и решительным, с какими-то записками в руке подошел к двери и слегка постучался. Его впустили и дверь опять захлопнулась. Как бы ни случилось какого-нибудь несчастья, подумал я, Карл Иваныч рассержен, он на все готов. Я опять задремал, однако несчастья никакого не случилось. Через час времени меня разбудил тот же скрип сапогов Карл Иваныч, утирая платком слезы, которые я заметил на его щеках, вышел из двери и, бормоча что-то себе под нос, пошел наверх. Вслед за ним вышел папа и пошел в гостиную. «Знаешь, что я сейчас решил склонным веселым голосом, положив руку на плечо мама? Что, мой друг? Я беру Карла Иваныча с детьми. Место в бричке есть. Они к нему привыкли, и он к ним, кажется, тоже привязан, а 700 рублей в год никакого счета не делают. Я никак не мог постигнуть, зачем папа бронит Карла Иваныча. Я очень рад, сказала мама, за детей, за него. Он славный старик. Если бы ты видел, как он был тронут, когда я ему сказал, чтобы он оставил эти 500 рублей в виде подарка. Но что забавнее всего, этот счет, который он принес мне, это стоит посмотреть, прибавил он с улыбкой, подавая ей записку, написанную рукой Карла Иваныча. Прелесть! Вот содержание этой записки. Для детей два удочка 70 копеек, цветной бумага золотой каемочка, клестер и болван для коробочка в подарках 6 рублей 55 копеек. Книга и лук Подарка детям 8 рублей 16 копеек. Панталоны Николаю 4 рублей. Обещанный Петров Александрович из Москвы в 1800 году. Золотые часы в 140 рублей. Итог следует получить Карло Мауэру кроме жалованию 159 рублей 79 копеек. Простя эту записку, которую Карл Иваныч требует, чтобы ему заплатили все деньги и сдержанные им на подарки и даже заплатил либо за обещанный подарок всякий, подумает, что Карл Иваныч больше ничего, как бесчувственный и красотолюбимый себя любец и всякий ошибется. Водя в кабинет с записками в руке и с приготовленной речью в голове, он умеревался красноречиво изложить перед Папа все несправедливости, претерпенные им в нашем доме. Но когда он начал говорить с тем же трогательным голосом и с теми же чувствительными интонациями, с которыми он обыкновенно диктовал нам, его красноречие подействовало сильнее всего на него самого. Так что, дойдя до того места, в котором он говорил, как не грустно мне будет расстаться с детьми, он совсем сбился. Голос его задрожал и он принужден был достать из кармана клетчатый платок. Да, Петр Александрович сказал он сквозь слезы. Этого места совсем не было приготовлено речи. Я так привык к детям, что не знаю, что буду делать без них. Лучше я без жалования буду служить вам, прибавил он, одной рукой утирая слезы, а другой подавая счет. Что Карл Иванович в эту минуту говорил искренне, это я удивительно могу сказать, потому что знаю его доброе сердце. Но каким образом согласовался счет с его словами, остается для меня тайной. Если он грустно, то мне было бы еще грустнее расстаться с вами, сказал папа, потрепав его по плечу. Я теперь раздумал. Незадолго перед ужином в комнату вошел Гриша. Он с самого того времени, как вошел в наш дом, не переставал вздыхать и плакать, что, по мнению тех, которые верили в его способность предсказывать, предвещал какую-нибудь беду нашему дому. Он стал прощаться, сказал, что завтра утром пойдет дальше. Я подмигнул Володе и вышел в дверь. Что? Если хотите посмотреть Гриша на вериге, то пойдемте сейчас на мужской верх. Гриша спит во второй комнате в чулане. Прекрасно, можно сидеть и мы все увидим. Отлично, подожди здесь. Я позову девочек. Девочки выбежали и мы отправились наверх. Не без спора решив, кому первому войти в темный чулак, мы уселись и стали ждать. На всем было жутко в темноте. Мы жались один к другому и ничего не говорили. Почти вслед за нами тихими шагами вошел Гриша. В одной руке он держал свой посох, а в другой сальную свечу в медном посвечнике. Мы не переводили дыхание. Господи Иисусе Христе, Мать Пресвятая Богородица, Отцу и Сыну и Святому Духу, вдыхая в себя воздух, твердил он с различными интонациями и сокращениями, свойственными только тем, которые часто повторяют эти слова. С молитвой поставив свой посох в угол и осмотрев постель, он стал раздеваться. Распаясь в свой старенький черный кушак, он медленно снял изорванный нанковый зипун, тщательно сложил его и повесил на спинку стула. Лицо его теперь не выражало, как обыкновенно торопливости и тупоуми. Напротив, он был спокойно, задумчив и даже величав. Движения его были медленны и обдуманны. Оставшись в одном белье, он тихо опустился на кровать, окрестил ее со всех сторон и, как видно, было с усилием, потому что он поморщился, поправил под рубашкой вериги, посидев немного и заботливо осмотрев прорванное в некоторых местах белье, он встал, с молитвой поднял свечу в уровень с кивотом, в котором стояло несколько образов, перекрестился на них и перевернул свечу огнем вниз. Она с треском потухла. В окна, обращенные на лес, удаляла почти полная луна. Длинная белая фигура Юродиова с одной стороны была освещена бледными серебристыми лучами месяца, с другой черной тенью вместе с тенями от рам падала на пол. Стены и доставала до потолка. На дворе караульщик стучал в чугунную доску. Сложив свои огромные руки на груди, опустив голову и беспрестанно тяжело вздыхая, Гриша молча стоял перед иконами. Потом с трудом опустился на колени и стал молиться. Сначала он тихо говорил известные молитвы, ударяя только на некоторые слова, потом повторил их, но громче и с большим удушевлением. Он начал говорить свои слова с заметным усилием, стараясь выражаться по-славянски. Слова его были нескладны, но трогательны. Он молился о всех благодетелях своих, как он называл тех, которые принимали его, в том числе и о матушке. О нас молился о себе, просил, чтобы Бог простил ему его тяжкие грехи, твердил, Боже, прости врагам моим. Кряхтя поднимался и, повторяя еще и еще те же слова, припадал к земле и опять поднимался, несмотря на тяжесть вирик, которые издавали сухой резкий звук, уныряясь с землю. Володя щипнул меня очень больно за ногу, но я даже не оглянулся, потер только рукой то место и продолжал с чувством детского удивления, жалости и благоговения следить за всеми движениями и словами Гриши. Вместо веселья и смеха, на который я рассчитывал, входя в чулан, я чувствовал дрожь и замирание сердца. Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. раз с ряду Господи помилуй, но каждый раз с новой силой и выражением. То говорил он «Прости меня, Господи, научи меня, что творите, научи меня, что творите, Господи». С таким выражением как будто ожидался сейчас же ответа на свои слова. То слышны были одни жалобные рыдания. Он приподнялся на колени, сажал руки на груди и замолк. Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхание. Гриша не шевелился и с груди его вырывались тяжелые вздохи. В мутном зрачке у кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза. «Да будет воля твоя!» скричал он вдруг с неподражаемым выражением, выпал лбом на землю и зарыдал, как ребенок. Много воды утихло с тех пор, много воспоминаний об луне, потеряли для меня значение и стали смутными мечтами. Даже стране Гриша давно окончил свое последнее странствование, но впечатление, которое он произвел на меня и чувства, которые возбудил, никогда не умрут в моей памяти. «О, великий христианин Гриша, твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость Бога, твоя любовь так велика, что слова сами соболились из уст твоих, ты их не привяжал рассудком. И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю. Чувство умиления, с которым я слушал Гришу, не могло долго продолжаться. Во-первых, потому, что любопытство моё было насыщено, а во-вторых, потому, что я отсидел себе ноги, сидя на одном месте, и мне хотелось присоединиться к общему шептанию и возне, которые слышались сзади меня в тёмном чулане. Кто-то взял меня за руку и шевном сказал, «Чья это рука?» В чулане было совершенно темно, но по одному прикосновению и голосу, который шептал мне над целым ухом, я тотчас узнал Катеньку. в коротеньких рукавчиках за локоть и припал к ней губами. Катенька верно удивилась этому поступку и одёрнула руку. Этим движением она оттолкнула стомный стул, стоящий в чулане. Гриша поднял голову, тихо оглянулся и, читая молитву, стал крестить все углы. Сшву и шёпотом выбежали из чулана. The end of the chapter. This is a Libri Voice Recording. All Libri Voice Recording are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriWalks.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 13. Наталья Савишна. В половине прошлого столетия по дворам в села Хабаровки бегала в затрапезненном платье босоногой, но весёлая, толстая и краснощёкая девка Наташка. По заслугам и просьбе отца её, кларнетиста Саввы, дед мой взял её вверх, находиться в числе женской прислуги, бабушки. Горничная Наташка отличалась в этой должности кротостью, нравом и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на Наташку, и на этом новом поприще она заслужила похвалы и наград за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения с Натальей, пленили её грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка принял её желание за неблагодарность, прогнелась и застал бедную Наталью за наказание на скотный двор в цепную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезнике из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на неё нашла была и которую она клялась уже больше не возвратиться. И действительно, она сдержала своё слово. С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чипец. Весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою. Когда подле матушки заменила её гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были бельё и вся провизия. Новые обязанности эти она исполнялась тем же усердием и любовью. Она всё жила в барском добре, во всём видела трату, порчу, расхищений и всеми средствами старалась противодействовать. Когда мама вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за её двадцатилетние труды и привязанность, она позвала её к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана «Вольная Наталья Савишна» и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда может получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала всё это, потом взяв в руки документ, взломно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув в дверью. Не понимая причины такого странного поступка, мама, немного погодя, пошла в комнату Наталья Савишна. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцем на свой платок и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной. «Что с вами, голубушка Наталья Савишна?» спросила мама, взяв её за руку. «Ничего, матушка», отвечала она. «Должно быть, я вам чем-нибудь противно, что вы меня со двора гоните. Что ж, я пойду». Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слёз, хотела уйти из комнаты. Мама удержала её, обняла, и они обе расплакались. С тех пор, как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, её любовь в филаске. Но теперь только умею ценить их. Тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе. Вся жизнь у неё была любовь и самопожертвование. Я так привык к её бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, что бы это могло быть иначе. Нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов. А что, счастлива ли она, довольна ли? Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в её комнатку, усядешься и начнёшь мечтать вслух, нисколько не стесняясь её присутствия. Всегда она бывала чем-нибудь занята. Или вязала чулоп, или рылась в сундуках, которыми была наполнена её комната, или записывала бельё. И, слушая всякий вздор, который я говорил, как я, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом, выбишу родных Карла Ивановича из Саксонии и так далее. Она приговаривала «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук на крышке, которого внутри, как теперь помню, были наклеены крашенные изображения какого-то гусара, картинка с малодной баночки и рисунок Володи. Вынимала из этого сундука курение, зажигала его и в махиве говорила «Это, батюшка, ещё очаковское курение, когда ваш покойник, дедушка, сердце небесное под турку уходили, так оттуда ещё привезли. Вот уж последний кусочек остался, прибавляла она со вздохом. В сундуках, которыми была наполненная комната, было решительно всё, что бы не понадобилось, обыкновенно говаривали. Надо спросить у Натальи Савишны и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала «Вот хорошо, что припрятала. В сундуках этих были тысячи всяких предметов, о которых никто в доме, кроме её, не знал и не заботился. Один раз я на неё рассердился, вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть. «Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика», сказала мама. Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, выключала головой. Потом мама сказала ей что-то на ухо и она, погрозившись, на меня вышла. После обеда я в самом веселом расположении духа припрыгив открылся в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна со скатертью в руке. Поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая «Не пачкай скатерти, не пачкай скатерти». Я так это обидел, что я разревелся от злости. «Как?» — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлёвываясь от слёз. Наталья Савишна, просто Наталья, говорит мне ты и ещё бьёт меня по лицу мокрой скатерти, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно. Когда Наталья Савишна видала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я продолжаю прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить детерской Наталье за... донесёт до меня оскорбление. Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, Робка подошла ко мне и начала увещевать. «Помните, мой батюшка, не плачьте, простите меня, дуру, я виновата, уж вы меня простите, мой голубчик, вот вам». Она вынул из-под платка корнет, сделан из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня недоставало сил взглянуть в лицо доброй старушки. Я отвернулся, принял подарок, и слёзы потекли ещё обиднее, но уже не от злости, а от любви и стыда. The End of the Chapter This is a LibriWalks recording. All LibriWalks recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriWalks.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой, детство, глава 14, Разлука. На другой день, после описанных мною происшествий, в 12-м часу утра коляска и бричка стояли у подъезда. Николай был одет по-дорожному, то есть штаны были всунуты в сапоги и старый сюртук туго-натуго под поясным кушаком. Он стоял в бричке и укладывал шинели и подушки под сидение, когда оно ему казалось высоко. Он садился на подушки и, подпрыгивая, обминал их. «Сделайте божескую милость, Николай Дмитриевич, нельзя ли к вам будет баринову щекотулку положить?» сказал запыхавшийся коммердинер папа, высовываясь из коляски. «Она маленькая!» «Вы бы прежде говорили, Михей Иванович, отвечал Николай, скороговорка из досады и изо всех сил бросая какой-то узелок на дно брички. Ей-богу, голова и так кругом идет, а тут еще вы с вашими щекотулками!» прибавил он, приподняв фуражку и утирая с загорелого лба крупные капли пота. Доровые мужчины в сюртуках, кафтанных рубашках, без шапок, женщины в затрапезах, полосатых платках, с детьми на руках, и босногие ребятишки стояли около крыльца, посматривали на экипажа и разговаривали между собой. Один из зимщиков, скорбленный старик, в зимней шапке-армике, держал в руке, дошел к коляске, потрогивал его и глубокомысленно посматривал на ход. Другой, видный молодой парень в одной белой рубахе с красными кумачевыми ластовицами, в черной поярковой шляпе, черепником, которую он, почесывая свои белокурые кудри, сбивал то на одно, то на другое ухо, положил свой армяк на козлы, закинул туда же вожжи и, постегивая плетенным кнутиком, посмотрел то на свои сапоги, то на кучеров, которые мазали брижку. Один из них, натужившись, держал подъем, другой, нагнувшись над колесом, тщательно мазал оси втулку. Даже, чтобы не пропадал остальной на помазке деготь, вознул им снизу по кругу. Почтовые, разномастные, разбитые лошади стояли у решетки и отмахивались от мух с хвостами. Одни из них, выставляя свои косматые оплывшие ноги, жмурили глаза и дремали. Другие от скуки чесали друг друга и щипали листья стебли жесткого темно-зеленого папоротника, который рос подле крыльца. Несколько борозных собак, одни тяжело дышали лежа на солнце, другие в тени ходили под коляской и бричкой и вылизывали сало около осей. Во всем воздухе была какая-то пыльная мгла, горизонт был серо-лилового цвета, но ни одной тучки не было на небе. Сильный западный ветер поднимал столбами пыль с дорог и полей, гнул макушки высоких лип и берез, сада и далеко относил падавшие желтые листья. Я сидел у окна и с нетерпением ожидал окончания всех приготовлений. Когда все собрались в гостиной около круглого стола, чтобы в последний раз провести несколько минут вместе, мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам. Самые пустые мысли бродили в моей голове. Я задавал себе вопросы, какой химщик поедет в речке и в какой коляске? Кто поедет с папа? Кто с Карлом Ивановичем и для чего непременно хотят меня укрутить в шарф и ваточную чуйку? Что я за неженка? А вот не замерзну. Хоть бы поскорее это все кончилось. Сесть бы и ехать. Кому прикажете записку о детском белье отдать, сказала, вошедшая заплаканными глазами и запиской в руке, Наталья Савишна обращалась к мамам. Николаю отдайте, да приходите же после с детьми проститься. Старушка хотела что-то сказать, но вдруг остановилась, закрыла лицо платком и, махнув рукой, вышла из комнаты. У меня немного защемило в сердце, когда увидал это движение, но нетерпение ехать было сильнее. Этого чувства я продолжал совершенно равнодушно слушать разговор отца с матушкой. Они говорили о вещах, которые заметно не интересовали ни того, ни другого. Что нужно купить для дома, что сказать книжной Софи и мадам Жюли и хороша ли будет дорога? Вошел Фока и точно тем же голосом, которым он докладывал кушать готово, остановившись у притолоки, сказал лошади готовы. Я заметил, что маман вздрогнула и побледнела при этом известии, как будто оно было для нее неожиданно. Фоке приказано было затворить все двери в комнате. Меня это очень забавляло, как будто все спрятались от кого-нибудь. Когда все сели, Фока тоже присел на кончике стула, но только что он это сделал, дверь скрипнула и все оглянулись. В комнату торопливо вошла Наталья Савишна и, не поднимая глаз, приютилась около двери на одном стуле с Фокой. Как теперь вижу, я пришиваю голову, морщинистое, неподвижное лицо Фоки и сгорбленную добрую фигурку в чипце, из-под которого виднеются седые волосы. Они жмутся на одном стуле и им обоим неловко. Я продолжал быть беззаботен и нетерпелив. Десять секунд, которые просидели с закрытыми дверьми, показались мне за целый час. Наконец все встали, перекрестились и стали прощаться. Папа обнял маму и несколько раз поцеловал ее. Полно, мой дружок, сказал папа, ведь не навек расстаемся. Все-таки грустно, сказал мама дрожащим от слез голосом. Когда я услыхал этот голос, увидел ее дрожащие губы и глаза полные слез, я забыл про все. Мне так стало грустно, больно и страшно, что хотелось было лучше убежать, чем прощаться с ней. Я понял в эту минуту, что, обнимая отца, она уже прощалась с нами. Она столько раз принималась целовать и грестить Володю, что, полагая, что она теперь обратится ко мне, я совался вперед, но она еще и еще благословляла его и прижимала к груди. Наконец я обнял ее и, прильнув к ней, плакал, плакал, ни о чем не думая, кроме своего горя. Когда мы пошли садиться, передней приступила прощаться докученная дворня. Их, пожалуйте, с ручку звучные поцелуи в плечика и запах сала от их голов возбудили во мне чувство самое близкое к огорчению у людей раздражительных. Под влиянием этого чувства я чрезвычайно холодно поцеловал в чипе с Наталью Савишну, когда она вся в слезах прощалась со мною. Странно то, что я, как теперь вижу, все лица дворовых и могу, не мог бы нарисовать их со всеми меньшими подробностями, но лицо и положение мама решительно скользает из моего воображения. Может быть от того, что все это время я ни разу не мог собраться с духом взглянуть на нее. Мне казалось, что если бы я это сделал, ее и моя горесть должны бы дойти до невозможных пределов. Я бросился прежде всех в коляску и уселся на заднем месте. За поднятым верхом я ничего не мог видеть, но какой-то инстинкт говорил мне, что мама еще здесь. Посмотреть ли на нее еще или нет, но в последний раз сказал я сам себе и высунулся из коляски к крыльцу. В это время мама с той же мыслью подошла с противоположной стороны коляски и позвала меня по имени. Услыхав ее голос сзади себя, я повернулся к ней, но так быстро, что мы стукнулись головами. Она грустно улыбнулась и крепко, крепко поцеловала меня в последний раз. Когда мы отъехали несколько сажен, я решил взглянуть на нее. Ветер поднимал голубенькую косыночку, которая была погасана ее голова. Опустив голову и закрыв лицо руками, она медленно входила на крыльцо. Фока поддерживал ее. Папа сидел со мной рядом и ничего не говорил. Я уже захлебывался от слез, и что-то так дивно, что-то так давило мне в горле, что я боялся задохнуться. Выехав на большую дорогу, мы увидали белый плоток, которым кто-то махал с балкона. Я стал махать своим, и это движение немного успокоило меня. Я продолжал плакать, и мысли, что слезы мои доказывают мою чувствительность, наставляло мне удовольствие и отраду. Отъехав сверсту я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами, заднюю часть пристежной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристежная, как забивала она одну ногу о другую, как доставал по ней плетеный кнут ямщика, и ноги начали прыгать вместе. Смотрел, как прыгала на ней шли я и на шли я кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шли я покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелись саха. Мужик, лошадь с жеребенком, на верстовые столбы заглянул даже на козы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет. И еще лицо моего непростого хлада слез, как мысли, мои были далеко от матери, с которой я расстался, может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль на ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в Березовой аллее. Вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили, кому сорвать его. Вспомнил и о том, как они плакали, прощаясь с нами. Жалко их и Наталью Савишну жалко, и Березовую аллею, и Фокку жалко, даже злую миминиту жалко. Все, все жалко. А бедная мама и слезы опять навертывались на глаза. Но ненадолго. The end of the chapter. This is a LibriWalks recording. All LibriWalks recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriWalks.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 15. Детство. Счастливая, счастливая, невзвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней. Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и слушают для меня источником лучших наслаждений. Набегавшись досыто, сидишь, бывало, за чайным столом на своем высоком креслице. Уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром. Сон смыкает глаза, но не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Мамам говорит с кем-нибудь и звуки голоса ее так сладкие, так приветливые. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу. Отманенными, дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо и вдруг она сделала вся маленькая-маленькая лицо ее не больше пуговки, но оно мне все так же ясно видно. Вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрачках. Но я пошевелился, и очарование разрушилось. Я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно. Я встаю с ногами, забираюсь и уютно укладываюсь на кресло. Ты опять заснешь, Николенька, говорит мне мама. Ты бы лучше шел наверх. Я не хочу спать, мама. Ответишь ей и неясные, но сладкие грезы наполняют воображение. Здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешь себя, не спишь, до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывал, в просонках, что чья-то нежная рука трогает тебя. По одному прикосновению узнаешь ее, и еще во сне невольно схватишь эту ручку, и крепко, крепко прижмешь ее к губам. Все уже разошлись, одна свеча горит в гостиной. Мама сказала, что она сама разбудит меня, но это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос. Вставай, моя душечка, пора идти спать. Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее, она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку. Вставай же, мой ангел. Она рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно, нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением. Мамаша сидит подле самого меня, она трогает меня, слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и задыхаясь сказать, «Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!» Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени. «Так ты меня очень любишь?» Она молчит с минуты, потом говорит, «Смотри, всегда меня люби, никогда не забывай, если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? Не забудешь, Николенька?» Она еще нежнее целует меня, полная, «Не говори этого, голубчик мой, душечка моя!» Вскрикиваю я, целую ее колени и слезы ручьями льются из моих глаз, слезы любви и восторга. После этого, как бывало, придешь наверх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце. Какое чудесное чувство испытаешь, говоря, «Спаси, Господи, папеньку и маменьку!» Повторяю молитвы, которые в первый раз капитали детские уста мои за любимой матери, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство. После молитвы завернешься в обывалого одеяльца, на душе легко, светло и отрадно. Одни мечты гонят другие, но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чисто любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывал, о Карле Ивановиче и его горькой участи, единственном человеке, которого я знал несчастливым. И так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз и думаешь, дай Бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему облегчить его горе. Я всем готов для него пожертвовать. Потом любимую фарфоровую игрушку на зайчика или собачку. Уткнешь в угол пуховой подушки и любуешься, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолешься о том, чтобы дал Бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гуляния. Вернешься на другой Бог, мысли и мечты перепутываются, смешаются, веснешь тихо, спокойно, еще с открытым от слез лицом. Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь детство? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными вовлеждениями в жизни? Где те горячие молитвы? Где лучший дар, те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой вытирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторгают? Неужели остались одни воспоминания? The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой, детства. Глава 16. Стихи. Почти месяц после того, как мы переехали в Москву, я сидел наверху бабушкиного дома за большим столом и писал. Напротив меня сидел рисовальный учитель и окончательно поправлял нарисованную черным карандашом головку какого-то турка в челме. Володя, вытянув шею, встал сзади учителя и смотрел ему через плечо. Головка эта была первое произведение Володи черным карандашом и нынче же в день ангела-бабушки должна была быть поднесена ей. А сюда вы не положите еще тени, сказал Володя учителю, приподнимаясь на цыпочки и указывая на шею турка. «Нет, не нужно», сказал учитель, укладывая карандаши и рейсфейдер в задвижной ящичек. «Теперь прекрасно, и вы больше не прикасаетесь». «Ну, а вы, Николенька, при павелон вставая и продолжая искосо смотреть на турка, откройте наконец нам ваш секрет, что вы поднесете бабушке?» «Право, лучше было бы тоже головку». «Прощайте, господа», сказал он, взял шляпу, билетик и вышел. В эту минуту я тоже думал, что лучше бы было головку, чем то, над чем я трудился, когда нам объявили, что скоро будут именены бабушки, и что нам должно приготовить к этому дню подарки. Мне пришло в голову написать ей стихи на этот случай. Я точно же прибрал два стиха с рифмами, надеясь, также скоро прибрать остальные. Я решительно не помню, каким образом вошла мне в голову такая странная для ребенка мысль, но помню, что она мне очень нравилась, и что на все вопросы об этом предмете я отвечал, что непременно поднесу бабушке подарок, но никому не скажу, в чем он будет состоять. против моего ожидания оказалось, что кроме двух стихов, придуманных мной сгоряча, я, несмотря на все усилия, ничего дальше не мог сочинить. Я стал читать стихи, которые были в наших книгах, но ни Дмитриев, ни Державин не помогли мне. Напротив, они еще более убедили меня в моей неспособности. Зная, что Карл Иванович любил списывать стишки, я стал потихоньку рыться в его бумагах и в числе немецких стихотворений нашел одно русское, принадлежащее должно быть собственно его перу. Госпожа Л. Петровская 1828 3 июня Помните близко, помните далеко, помните моего еще отныне и до всегда, помните еще до моего гроба, как верен я любить имею. Карл Мауэр Стихотворение это написано красивым круглым почерком на тонком почтовом листе. Понравилось мне потрехательному чувству, в котором оно проникнуто. Я тотчас же выучил его наизусть и решился взять за образец. Дело пошло гораздо легче. В день именин поздравления из 12 стихов было готово и сидя за столом в классной я переписывал его на вильневую бумагу. Уже два листа бумаги были испорчены. Не потому чтобы я думал что-нибудь переменить в них. Стихи мне казались превосходными, но с третьей линейки концы их начали загибаться кверху все больше и больше, так что даже издалека видно было, что это написано криво и никуда не годится. Третий лист был так же крив, как и прежде, но решился не переписывать больше. В тихотворении своем я поздравлял бабушку, желая ей много стараться будем утешать и любим как родную мать. Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух. И любим как родную мать, твердил я себе под нос. Какую бы рифму вместо мать, играть кровать сойдет все лучше Карла Ивановичевых. И я написал последний стих. Потом в спальне я прочел вслух все свое сочинение с чувством и жестами. Были стихи совершенно безразмерны, но я не останавливался на них. Последний жим еще сильнее и неприятнее поразил меня. Лев Толстой серо-зелеными имел имел что-то благородное и энергическое. Княгиня очень много говорила и по своей речивости принадлежала к тому разряду людей, которые всегда говорят так, как будто им противоречат. Хотя бы никто не говорил ни слова. Оно-то возвышало голос, то, постепенно понижая его, вдруг с новой живостью начинал говорить и оглядываясь на присутствующих, но не принимающих участие в разговоре особ, как будто стараясь подкрепить себя этим взглядом. Несмотря на то, что княгиня поцеловала руку бабушке, беспрестанно называла ее «мабом тент», я заметил, что бабушка была ею недовольна. Она как-то особенно поднимала брови, слушая ее рассказ о том, почему князь Михайло никак не мог сам приехать поздравить бабушку, несмотря на сильнейшее желание, и отвечая по-русски на французскую речь княгине, она сказала и особенно растягивая свои слова «Очень вам благодарна, моя милая, за вашу внимательность, а что князь Михайло не приехал, так что про то и говорить, у него всегда дел пропасть, да и то сказать, что ему за удовольствие со старухой сидеть». Не давая княгиня времени опровергнуть ее слова, она продолжала «Что, как ваши детки, моя милая, но слава богу, мадам, растут, учатся, шалят, особенно Этиэн, старший, такой повес становится, что ладу никакого нету, зато и умен может можете себе представить монг кузен». Продолжала она, обращаясь исключительно к папе, потому что бабушка нисколько не интересует детьми княгиня, а желая похвастаться своими внуками с тщательностью достала мои стихи из-под коробочки и стала их развертывать. Можете себе представить монг кузен, что она сделала на днях? И княгиня, наклонившись к папе, начала ему рассказывать что-то с большим одушевлением. Окончив рассказ, которого я не слыхал, она тотчас смеялась и, вопросивно глядя в лицо папе, сказала «Каков мальчик монг кузен?» Он стоил, чтобы его высечь, но выдумка это так умна и забавно, что я его простила монг кузен. И княгиня, устремив взоры на бабушку, ничего не говоря, продолжала улыбаться. «Разве вы бьете своих детей?» «Моя милая», спросила бабушка, значительно поднимая бровь и делая особенное ударение слов «бьете». «Ах, мабунтант», кинув быстрый взгляд на папа, добреньким голоском отвечала к ней. «Я знаю, какого вы мнения на этот счет, но позвольте мне в этом одном с вами не согласиться. Сколько я не думала, сколько не читала, не советовалась об этом предмете, все-таки опыт привел меня к тому, что я убедилась в необходимости действовать над детей страхом. Чтобы что-нибудь сделать из ребенка нужен страх, не так ли, мой кузан? А чего дети боятся больше, чем розги?» При этом она вопросительно вглянула на нас и, признаюсь, мне сделалось как-то неловко в эту минуту. Как не говорить, а мальчик до 12 и даже до 14 лет все еще ребенок, вот девочка другое дело. Какое счастье подумал я, что я не ее сын. Да, это прекрасно, моя милая сказала бабушка, свертывая мои стихи и укладывая их под коробочку, как будто не считая после этого княгиню достойно услышать такое произведение. Это очень хорошо, только скажите мне, пожалуйста, каких после этого вы можете требовать деликатных чувств от ваших детей? И считая этот аргумент «Впрочем, у каждого на этот счет может быть свое мнение». Княгиня не отвечала, но только снисходительно улыбалась, выражая этим, что она изменяет эти странные предрассудки в особе, которые так много уважают. «Ах, познакомьте же меня с вашими молодыми людьми», сказала она, глядя на нас и приветливо улыбаясь. Мы встали и устремив глаз на лицо княгиней, никак не знали, что же нужно сделать, чтобы доказать, что мы познакомились. «Поцелуйте же руку княгины», сказал папа. «Прошу любить старую тетку», говорила она, целуя Володю в волосы. «Хозяевам и дальние, но я считаю подружеским связям, а не по степеням родства, прибавила она, относясь преимущественно к бабушке, но бабушка продолжала быть недовольной ею и отвечала, «Э, моя милая, разве нынче считается такое родство?» «Этот у меня будет светский молодой человек», сказал папа, указывая на Володю, а этот, прибавил он, в то время, как я целую маленькую звуручку княгини, чрезвычайной ясностью воображал в этой руке розгу, под розгой скобейку и так далее, который спросила княгиня, удерживая меня за руку, «А этот маленький с вихрами», отвечал папа, весело улыбаясь, «Что ему сделали мои вихры? Разве нет другого разговора?» Подумал, я и отошел в угол. Я имел самые странные понятия о красоте, даже Карла Ивановича считал первым красавцем в мире, но очень хорошо знал, что я нехорош собой, и в этом нисколько не ошибался, поэтому каждый намек на наружность больно оскорблял меня. Я очень хорошо помню, как раз за обедом, мне было тогда 6 лет, говорили о моей наружности, как мамам старалась найти что-нибудь хорошее в моем лице, говорила, что у меня умные глаза, приятная улыбка, и, наконец, уступая доводам отца и очевидности, принуждена была сознаться, что я дурен, и потом, когда я благодарил ее за обед, потрепала меня по щеке и сказала, «Ты это знай, Никольника, что за твое лицо тебя никто не будет любить, поэтому ты должен стараться быть умным и добрым мальчиком». Эти слова не только убедили меня в том, что я не красавец, но еще и в том, что я непременно буду добрым и умным мальчиком. Несмотря на это, на меня часто находили минуты отчаяния. Я воображал, что нет счастья на земле для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серыми глазами, как я. Я просил Бога сделать чудо, превратить меня в красавца, и все, что имел в настоящее, все, что мог иметь в будущем, я все отдал бы с красивым лицом. The end of this wonderful chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерин. Лев Толстой, детство. Глава 18. Князь Иван Иванович. Когда княгиня выслушала стихи и осыпала сочинителя похвалами, бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала назвать ее вы, моя милая, и пригласила приехать к нам вечером со всеми детьми, на что княгиня согласилась и, посидев еще немного, уехала. Гостей с поздравлением приезжало так много в этот день, что на дворе около подъезда целое утро не приставало стоять по нескольку экипажей. Bonjour, chère cousin, сказал один из гостей, войдя в комнату и целую руку бабушки. Это был человек лет семидесяти высокого роста в военном мундире с большими эпулетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест и со спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня, несмотря на то, что только на затылке его оставался полукруг жидких волос и что положение верхней губы ясно доказывало недостаток зубов. Лицо его было еще замечательной красоты. Князь Иван Иванович в конце прошлого столетия, благодаря своему благородному характеру, красивой наружности, замечательной храбрости, знатной и сильной родне и в особенности счастью, сделал еще в очень молодых летах блестящую карьеру. Он продолжал служить и очень скоро честолюбие его было так удовлетворено, что ему больше нечего было желать в этом отношении. С первой молодостью он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба. Поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру и возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности и приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Он был небольшого ума, но благодаря такому положению, которое позволяло ему свысока смотреть на все тщеславные треволнения жизни, образ мыслей его был возвышенный. Он был добр и чувствительный, но холоден, не настолько надменен в обращении. Это происходило от того, что, быв поставлен в такое положение, в котором он мог быть полезен многим, свою холодность, он старался оградить себя от беспрестанных просьб и заискиваний людей, которые желали только воспользоваться его влиянием. Холодность эта смягчалась, однако, с сходительной вежливостью человека очень большого света. Он был хорошо образован и начитан, но образование его остановилось на том, что он приобрел в молодости, то есть в конце прошлого столетия. Он прочел все, что было написано во Франции замечательно по части философии и красноречия в 18 веке. Основательно знал все лучшие произведения французской литературы, так что мог и любил часто цитировать места из Россина, Корнеля, Буало, Мольера, Монтене, Фенелона. Он имел блестящее познание в мифологии и с пользой изучал во французских переводах древней памятники эпической поэзии. Имел достаточные познания в истории, подчеркнутые им из Сигюра, но не имел никакого понятия ни о математике, дальше о арифметике, ни о физике, ни о современной литературе. Он мог в разговоре прилично умолчать или сказать несколько общих фраз о Гёте, Шиллере и Байроне, но никогда не читал их. Несмотря на это французско-классическое образование, которого остается теперь уже так мало образчиков, разговор от его был прост, и простота это одинаково скрывала ему незнание некоторых вещей и высказывала приятный тон и терпимость. Он был большой враг всякой оригинальности, говоря, что оригинальность есть уловка людей дурного тона. Общество было для него необходимо где бы он ни жил, в Москве или за границей, он всегда живал одинаково, открыто и в известные дни принимал у себя весь город. Он был на такой ноге в городе, что пригласительный билет от него мог служить паспортом во все гостиные, что многие молоденькие и хорошенькие дамы охотно поставляли ему свои розовенькие щечки, которые он стал как будто соседческим чувством, и что иные, по-видимому, очень важные и порядочные люди были в неописанной радости, когда не допускались к партии князя. Уже мало осталось для князя таких людей, как бабушка, которые были бы с ним одного круга одинакового воспитания, взгляда на вещи и одних лет, поэтому он особенно дорожил своей старинной дружеской связью с нею и оказывал ей всегда большое уважение. Я не мог наглядеться на князя, уважение, которое ему все оказывали большие эпалеты, особенная радость, которую заявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость назвать ее Макуза Кузин. Внушили мне к нему уважение, равное, если не больше, тому, которое я чувствовал к бабушке. Когда ему показали мои стихи, он позвал меня к себе и сказал, «Почем знать Макузин? Может быть, это будет другой державин?» При этом он так больно ущипнул меня за щеку, что если я не вскрикну, так только потому, что догадался принять это за ласку. Гости разъехались, папа и Володя вышли, в гостина осталась князь, бабушка и я. «Отчего это наша милая Наталья Николаевна не приехала?» спросил вдруг князь Иванович после минутного молчания. «Ах, мон шеф», отвечал бабушкой, понизив голос и положив руку на рукав его мундира. Она, наверное, бы приехала, если была свободна делать что хочет. Она пишет мне, что будто Пьер предлагал ей ехать, но что она сама отказалась, потому что будто бы не было нынешний год. И пишет «Притом мне и незачем переезжать нынешний год всем домом в Москву. Любочка еще слишком мала, а насчет мальчиков, которые будут жить у вас, я еще спокойнее, чем ежели бы они были со мной. Все это прекрасно», продолжала бабушка таким тоном, которое ясно доказывало, что она вовсе не находила, чтобы это было прекрасно. Мальчиков давно пора было прислать сюда, чтобы они могли чему-нибудь учиться и привыкать к свету, а то какое же им могли дать воспитание в деревне, ведь старшему скоро 13 лет, а другому 11. Вы заметили, монкузал, они здесь совершенно как дикие, в комнату войти не умеют. «Я однако не понимаю», отвечал князь, «отчего эти всегнажные жалобы на расстройство обстоятельств? У него очень хорошее состояние, а Наташину Хабаровку, в которой мы с вами во время одно игрывали на театре, я знаю, как свои пять пальцев, чудесные имени, и всегда должно приносить прекрасный доход. Я вам скажу, как истинному другу прервала его бабушка с грустным выражением, мне кажется, что все это отговорки для того, чтобы ему жить здесь одному, шляться по клубам, по обедам, и Бог знает, что делать, а она ничего не подозревает. Вы знаете, какая это ангельская доброта, она ему во всем верит. Он уверил ее, что детей нужно везти в Москву, а ей одной с глупой гувернанткой оставаться в деревню. Она поверила. Скажи он ей, что детей нужно сечь так же, как сечет своих княгиня Варвара Ильинична, она и тут кажется бы согласилась, сказал бабушка, поворачивая в своем кресле с видом совершенного презрения. Да, мой друг, продолжала бабушка после минутного молчания, взяв в руки один из двух платков, чтобы утереть показавшуюся слезу. Я часто думаю, что он не может не ценить не понимать ее, и что, несмотря на всю ее доброту, любовь к нему и старание скрыть свое горе, я очень хорошо знаю это. Она не может быть с ним счастлива. И помените мое слово, если он не... бабушка закрылась лицо платком. Эй, ма бон аминь, сказал князь с упреком. Я вижу, вы нисколько не стали благоразумен, вечно скрушаетесь и плачете о воображаемом горе. Ну, как вам несовестно? Я его давно знаю и знаю за внимательного, доброго и прекрасного мужа, и, главное, за благороднейшего человека. Невольно послушав разговор, которого мне не должно было слушать я на цивочках, и в сильном волнении выбрался из комнаты. Глава. The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 19. Ивины. Володя, Володя, Ивины! Закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бекешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гуверниором Щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому. Ивины приходили с нам родственниками и были почти одних с нами лет. Вскоре после приезда нашего в Москву мы познакомились и зашли с ними. Второй вин. Сережа был смуглый и курчавый мальчик со вздернутым твердым носиком, очень свежими красными губами, которые редко совершенно закрывали немного выдававшийся верхний ряд белых зубов, темно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьезно, или от души смеялся своим зеленким, отчетливым, и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья. И одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании. Когда мне случалось провести недо три или четыре неведа в его, я начинал скучать. И мне становилось грустно до слез. Все мечты мои во сне и наяву были о нем. Ложая спать, я желал, чтобы он мне приснился. Закрывая глаза, я видел его перед собой или леял этот призрак как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства. Так много я дорожил им. Может быть потому, что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремленную на него мои беспокойные вещи. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой детство глава 20 Собираются гости. Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый праздничный вид, всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале, и в особенности судя по тому, что недаром же прислал князь Иван Иванович свою музыку, ожидалось немалое количество гостей к вечеру. При шуме каждого мимо ехавшего экипажа подбегал к окну, приставлял ладони, к вискам и стеклу и с нетерпеливым любопытством смотрел на улицу. Из мрака, который сперва скрывал все предметы в окне, показывались понемногу. Напротив, давно знакомая лавочка с фонарем наискось, большой дом с двумя внизу освещенными окнами, посередине улицы, какой-нибудь Ванька с двумя седаками или пустая коляска с шагом возвращающаяся домой. Но вот к крыльцу подъехала карета, и я в полной уверенности, что это Ивины, которые обещались приехать рано, бегу встречать их в переднюю. Вместо Ивины за ливрейной рукой, отворившей дверь, показались две особи женского пола. Одна большая в синем салопе с большим с соболием воротником другая маленькая вся закутанная в зеленую шаль, из-под которой виднелись только маленькие ножки в меховых ботинках. Не обращая на мое присутствие в передней никакого внимания, хотя я счел долгом при появлении этих особ поклонницей, маленькая молча подошла к большой и остановилась перед нею. Большая размотала платок, закрывавший всю ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки и закутанной особы вышла чудесная двенадцатилетняя девочка в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка, головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику, а сзади голым плечиком, что никому, даже самому Карлу Ивановичу я не поверил бы, что они вьются так от того, что с утра были завернуты в кусочки московских ведомостей и что их прижигали горячими железными щипцами. Казалось, оно так и родилось с этой курчаной головкой. Поразительной чертой в ее лице была необыкновенная величина выпуклых полузакрытых глаз, которые составляли странный, но приятный контраст с крошечным ротиком. Губки были сложены, а глаза смотрели так серьезно, что общее выражение ее лица было такое, от которого не ожидаешь улыбки, и улыбка, которая бывает тема выражительная. Стараясь быть незамеченным, я шмыгнул в двери залы и почел нужным прохаживаться взаимно вперед, притворившись, что нахожусь в задумчивости и совсем не знаю о том, что приехали гости. Когда гости вышли на половину залы, я как будто опутался, расшаркался и объявил им, что бабушка в гостиной. Госпожа Валахина, лицо, которое мне очень понравилось, в особенности потому, что я нашел в нем большое сходство с лицом ее дочери Сонечки, благословно кивнула мне головой. Бабушка, казалось, была очень рада видеть Сонечку, подозвала ее ближе к себе, поправила на голове ее одну буклю, которая спадала на лоб и пристально всматриваясь в ее лицо, сказала Сонечка улыбнулась, покраснела и сделалась так мила, что я тоже покраснел, глядя на нее. Надеюсь, ты не будешь скучать у меня, мой дружок, сказал бабушка, приподняв ее личико за подбородок. Прошу же веселиться и танцевать как можно больше. Вот уже есть одна дама и два кавалера, прибавила на обращать к госпоже Валахиной и, дотрагиваясь до меня рукою. Это сближение было мне так приятно, что заставило покраснеться еще раз. Чувствую, что застенчивость моя увеличивается и услыхав шум еще подъехавшего экипажа, я почел нужным удалиться. В передней нашел я княгиню Карнакову с сыном и невероятным количеством дочерей. Дочери все были на одно лицо. Похоже, да, княгиню и дурдой, поэтому ни одна не останавливала внимание. Снимая салопы и хвосты, они все вдруг говорили тоненькими глазками, суетели и смеялись чему-то. Должно быть тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет пятнадцати, высокий, мясистый, с испитой физиономией, впалыми, посинелыми внизу глазами и с огромными полетами руками и ногами. Он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный, но казалось очень довольным собой и был точно таким, как мог быть по моим понятиям мальчик, которого секут розгами. Мы довольно долго стояли друг против друга и, не говоря ни слова, внимательно всматривались, потому потом, пододвинувшись поближе, кажется, хотели поцеловаться, но, посмотрев еще в глаза друг к другу, почему-то раздумали. Когда платья всех сестер его прошумели мимо нас, чтобы чем-нибудь начать разговор, я спросил, не тесно ли им было в карете? Не знаю, отвечал он мне небрежно. Я ведь никогда не езжу в карете, потому что как только я седу, меня сейчас же начинает тошнить. И маменька это знает. Когда мы едем куда-нибудь вечером, я всегда сажусь на козу, гораздо веселее. Все видно, Филипп дает мне править, иногда и кнут я беру. Эток проезжающих, знаете, иногда прибавил он, с выразительным жестом. Прекрасно. Ваше сиятельство, сказал Лакей, входя в переднюю, Филипп спрашивает, куда вы кнут изволили деть? Как куда дел? Да я ему отдал. Он говорит, что не отдавали. Ну, так на фонарь повесил. Филипп говорит, что и на фонаре нет. А вы скажите лучше, что взяли да потеряли, а Филипп будет из своих денежек отвечать за ваше баловство. Предложал все более и более воодушевляясь раздосадованный Лакей. Лакей, который с виду был человек почтенный и угрюмый, казалось, горячо принимал сторону Филиппа и был намерен во что бы то ни стал разъяснить это дело. По невольному чувству деликатности, как будто ничего не замечая, я отошел в сторону. Но присутствующие Лакеи поступили совсем иначе. Они поступили ближе, с одобрением посматривая на старую слугу. Ну, потерял так потерял, сказал Этьен, уклоняясь от дальнейших объяснений. Что стоит ему кнут, так я и заплачу. Вот уморительно, прибавил он, подходя ко мне и увлекая меня угостить. Нет, позвольте, барин, чем это вы заплатите? Знаю я, как вы платите. Мария Васильевна, вот вы уже восьмой месяц с двух гривен и все платите. Мне тоже уж кажется второй год. Петрушки, замолчишь ли ты? крикнул молодой князь, подбледнев от злости. Вот я все это расскажу, скажу, все скажу, все скажу, проговорил Лакей, нехорошо ваше сиятельство, прибавил он особенно выразительно в то время, как мы входили в зал и пошел с салопами к Лариум. Вот так, так, послышал за нами чей-то одобрительный голос передний. Бабушка имела особенный дар, предлагая с известным тоном и в известных случаях множественное и единственное местоимение второго лица высказывать свое мнение о людях, хотя она употребляла вы и ты наоборот, общепринятому обычаю, в ее устах эти оттенки принимали совсем другое значение. Когда молодой князь подошел к ней, она сказала ему несколько слов, называя его «вы», и взглянула на него с выражением такого пренебрежения, что если бы на его месте я растерялся это бы совершенным. Но Этьен был, как видно, мальчик не такого сложения. Он не только не обратил никакого внимания на прием бабушки, но даже и на всю ее особу, а расслабился всему обществу, если неловко, то совершенно развязанно. Сонечка занимала все мое внимание. Я помню, что когда Володя, Этьен и я разговаривали в зале на таком месте, с которого видна была Сонечка, и она могла видеть и слушать нас, я говорил с удовольствием, когда мне случалось сказать, по моим понятиям смешное или молодецкое словцо, я произносил его громче и оглядывался на дверь в гостиную. Когда же мы перешли на другое место, с которого нас нельзя было ни слышать, ни видеть, из гостиной я молчал и не находил больше никакого удовольствия в разговоре. Гостиная и зола понемногу наполнялись гостями, в числе их, как и всегда бывает на детских вечерах, было несколько больших детей, которые не хотели пропустить случай, повеселиться и потанцевать, как будто для того, только чтобы сделать удовольствие хозяйке дома. Когда приехали Ивины, вместо удовольствия, которое я обыкновенно испытывал при встрече с Сережей, я почувствовал какую-то странную досаду на него за то, что он увидит Сонечку и покажется ей. Лев Толстой, детство, глава 21, дом Азурки. «Эх, да у вас видно будут танцы», сказал Сережа, выходя из гостиной, доставая из кармана новую пару лайковых перчаток, надо верчатки надевать. «Как же быть, а у нас перчаток-то нет», подумал я, «надо пойти наверх поискать». Но, хотя я пережил все комоды, я нашел только в одном, наши дорожные зеленые рукавицы, а в другом одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне, во-первых, потому что была чрезвычайно велика, а главное, потому что на ней недостало среднего пальца, отрезанного должно быть еще очень давно Карлом Иванычем для большой, для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами. Вот, если бы здесь была Наталья Савешина, у нее верно бы нашесть перчатки. Мне сойти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, отчего я не танцую, что мне сказать, и здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватится. Что мне делать? Говорил я, размахивая руками. Что ты здесь делаешь? Сказал убежавший Володя. Иди, ангажи, ангажируй дабу. Сейчас начнет. Володя, сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами голосом, выражавшим положение близко к отчаянию. Володя, ты не подумал об этом. О чем? Сказал он с нетерпением. А, о перчатках. Прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку. И точно нет. Надо спросить у бабушки, что она скажет. И немало не задумавшись, побежал вниз. Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельствах, казавшимся мне столь важным, успокоило меня. И я поспешил в гостину, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке. Осторожно подойдя к креслу бабушки, если как дотрагиваясь до ее мантиле. Я шепотом сказал ей, бабушка, что нам делать? У нас перчаток нет. Что, мой друг? У нас перчаток нет, повторял я, подвигаясь ближе и ближе, и положив обе руки на ручку кресла. «А, это что?» сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. «Вои, ма шер!» вознажала она, обращаясь к госпоже Валайхина. «Вои, ком с женом сэ фэ элегант пур танцэ авэк ватурфи». Бабушка крепко подержала меня за руку и серьезно, но попросильно посматривала на присутствующих, до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим. Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда напрасно, пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естественен, чтобы быть насмешливым. Напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с ней. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставило меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным, в кругу гостиной. Я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале. Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которое о них составили. Как только мнение это ясно выражено, какое бы оно ни было, страдание прекращается. Что это? Как мила была Сонечка Валахин, когда она напротив у меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем. Как мило она улыбалась, когда в шейне подавала мне ручку. Как мило в такт прыгали на головки ее рысые кудри. И как наивно делала она жет-ассамбле своими крошечными ножками. В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону, и когда я в ожидании так приготовился сделать соло, Сонечка серьезно сожила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась. Я смело сделал шасс анапанк, шасс анарьер глиссад, и в то время, как походил к ней, игривыми движениями показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно, и еще милее соединила ножками по паркету. Еще помню меня, как когда мы делали круг, и все взялись за руки, она нагнула головку, и не вынимая своей руки из моей, почесла носика свою перчатку. Все это, как теперь перед моими глазами, и еще слышится мне кадриль из Девы Дуная, под звуки которой все это происходило. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с ней, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание моё сделалось слишком продолжительное, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стал вывести из такого заблуждения на мой счет. «Вы êtes un habitant de Moscou?» сказал Яйи, и после утвердительного ответа продолжал. «Et moi je n'ai encore jamais fréquente la capitale», рассчитывал в особенности на эффект слова «fréquente». Я чувствовал однако, что, хотя это начало было очень блестящее и вполне доказывало моё высокое знание французского языка, продолжал продолжать разговор в таком духе, я не в состоянии. Ещё нескоро должен был прийти наш черёд танцевать, а молчание возобновилось. Я с беспокойством посмотрел на неё, желая знать, какой произвёл впечатлений и ожидая от неё помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» спросила она меня вдруг, и этот вопрос заставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Иванычу. Распространился даже несколько иронически о самой особе Карла Иваныча, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зелёной бекеше, упал с лошади, прямо в лужу и тому подобное. Кандриль прошла незаметно. Всё это было очень хорошо, но зачем я с насмешкой отзывался о Карлу Иванычу? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал? Когда Кандриль кончилась, Сонечка сказала мне «Махси!» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил её благодарность. Я был в восторге, не понял себя от радости и сам не мог узнать себя. Откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? Нет вещи, которые бы могла меня сконфузить, думал я, беззаботно разгуливая по зале. Я готов на всё. Серёжа предложил мне быть с ним визави. Хорошо, сказал я, хотя у меня нет дамы, я найду. Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. Как к ней подходил в музыке молодой человек, как я заключил с целью пригласить её. Он был от неё в двух шагах, я же на противоположном конце зала. В мгновение ока грациозно скользя по паркету пролетел я, все разделяющие меня от неё пространство и, шаркнув ногой, твёрдым голосом пригласил её на контр-данс. А шая девица, похоронительственно улыбаясь, подал мне руку и молодой человек остался без дамы. Я имел такое осознание своей силы, что даже не брали внимания на досаду молодого человека. Но после узнал, что тот молодой человек спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскачивал мимо него и перед носом отнял даму. The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев-Валерий. Лев Толстой детство Глава 22 Мазурка Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он скачил со своего места, держа даму за руку и вместо того, чтобы делать па-до-баски, которым нас учила мими, просто побежал вперед, набежав до угла приостановился, раздвел ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше. Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким крестом бабушки и наблюдал. Что же он это делает, рассуждал я сам с собой, ведь это вовсе не то, чему учил нас мими. Она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно, кругообразно разводя ногами, а выходит, что танцуют совсем не так. Вот и Игна, и Этиен, и все танцуют, а по-до-баске не делают. И Володя наш перенял новую манеру. Не дурно, а Сонечка-то, какая милочка, вон она пошла. Мне было чрезвычайно весело. Мазурка клонялась к концу. Несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и уезжали. Лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты. Бабушка заметно устала, говорила, как бы нехотя и очень протяжно. Музыканты в тридцатый раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуры заметными и предательски улыбнувшись, должно быть, желая тем угодить бабушке, подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжон Розу Варти, сказала она мне. А, ты здесь, сказала, поворачиваясь в своем кресле, бабушка, иди же, мой дружок, иди. Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться. Я встал, сказал Розу и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна, спрятнейшей улыбкой, пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать со своими ногами. Я знал, что подбаски неуместны, неприлично даже могут совершенно срамить меня, но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые, в свою очередь, передали это движение ногам, и эти последние совершенно невольно, и, к удивлению, всех зрителей стали выделать фатально круглые и плавные по нацыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как, но на повороте я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. В избежание такой неприятности я приостановился с намерением сделать то самое коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре, но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна торопливо оббегая вокруг меня с выражением любопытства и удивлением посмотрел на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что вместо того, чтобы танцевать, затоптал ногами на месте с самым странным ни с тактом, ни с чем ни сообразным образом и наконец совершенно остановился. Смотрели на меня. Кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием. Одна бабушка смотрела совершенно равнодушна. «Или не фалет па донсэ си вы не савет па», сказал сердитый голос. Папа над моим ухом и слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному при громком одобрении зрителей и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась. Господи, за что ты наказываешь меня так ужасно? Все презирают меня и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога ко всему, к дружбе, любви, почте. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка. Ну зачем она улыбнулась в это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно. Вот, будь тут мамаша, она не покраснела бы за свою Николеньку. И мое воображение не стоит далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сады, чистый пруд, на котором вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении. The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой Детство Глава 23 После Мазурки За ужином молодой человек, называвшийся в первой паре, сел за наш детский стол и обращал на меня особенное внимание, что немало простил бы моему самолюбию, если бы я мог после случившегося со мной несчастья чувствовать что-нибудь, но молодой человек, кажется, хотел бы, что бы то ни стало развеселить меня. Он заигрывал со мной, называл меня молодцом, и как только никто из больших не смотрел на нас, подливал мне в рюмку вина из разных бутылок и непременно заставлял выпивать. К концу ужина, когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика шампанского и завернутой в салфетку бутылки, и когда молодой человек наставил на том, что бы он налил мне полный и заставил меня его выпить залпом, я почувствовал приятную теплоту по всему телу, особенную приязнь к моему веселому покровителю и чему-то очень расхохотался. Вдруг раздались все из золы звуки гросс-фаттера и стали вставать из-за стола. Дружба наша с молодым человеком тотчас же и кончилась. Он ушел к большим, а я, не смея следовать за ним, подошел, с любопытством прислушиваясь к тому, что говорила Валахина с дочерью. Еще полчасика убедительно говорила Сонечка. Право нельзя, мой ангел. Ну, для меня, пожалуйста, говорила она, ласкаясь. Ну, разве тебе весело будет, если я завтра буду больна, сказала госпожа Валахина и имела неосторожность улыбнуться. А, позволила. Останемся, заговорила Сонечка, прыгая от радости. Что с тобой делать? Иди же, танцуй. Вот тебе и кавалер, сказала она, указывая на меня. Сонечка подала мне руку, и мы побежали в зал, выпитое вино в присутствии, и веселость Сонечки заставляла для меня совершенно забыть несчастное приключение Мазурки. Я выделывал ногами самые забавные штуки, то подражая лошади, бежал маленький рысой, то гордо поднимая ноги, то топал ими на месте, как баран, который сердится на собаку, при этом хохотал от души и нисколько не заводился о том, какое впечатление произвошу на зрителей. Сонечка тоже не перестала смеяться. Она смеялась тому, что мы кружились, взявшись рука за руку, хохотал, глядя на какого-то старого барина, который медленно, поднимая ноги, перешагнул через платок, показывая вид, что ему было очень трудно это сделать, и помирало со смеху, когда я вспрыгивал чуть не до потолка, чтобы показать свою ловкость. Проходя через бабушкин кабинет, я взглянул на себя в зеркало. Лицо было в поту, волосы растрепаны, вихры торчали больше, чем когда-нибудь, но общее выражение лица было такое веселое, доброе, здоровое, что я сам себе понравился. Если бы я был всегда такой, как теперь, подумал я, я бы еще мог понравиться. Но когда я опять взглянул на прекрасное личико моей дамы, в нем было, кроме того, выражение веселости, здоровья и беззаботности, которое понравилось мне в моем, столько изящной и нежности и красоты, что мне сделалось досадно на самого себя. Я понял, как глупо мне надеяться обратить на себя внимание такого чудесного создания. Я не мог надеяться на взаимность, да и не думал о ней. Душа моя и без того была преиспонана счастьем. Я не понимал, что за чувство любви, наполнявшее мою душу, от рады можно было бы требовать еще большего счастья и желать чего-нибудь, кроме того, чтобы чувство это никогда не прекращалось. Мне и так было хорошо, сердце билось как голубь, кровь беспрестанно приливала к нему, и хотелось плакать. Когда мы проходили по коридору, мимо темного чулана под лестницей, я взглянул на него и подумал, что бы это было за счастье, если бы можно было весь век прожить с ней в этом темном чулане, и что бы никто не знал, что мы там живем. Не правда ли, что нынче очень весело сказал я тихим, дрожащим голосом прибавил шагу, испугавшись не столько того, что сказал, сколько того, что намерен был сказать. Да, очень, отвечала она, обратив ко мне головку с таким откровенно добрым выражением, что я перестал бояться, особенно после ужина, но если бы вы знали, как мне жалко, я хотел сказать грустно, но не посмел, что вы скоро уедете, и мы, не увидимся. Отчего уж не увидимся, сказала она, пристально посмотрелись в кончике своего шмачков и проводя пальчиком по решетчатым ширам, на которых мы проходили. Каждый вторник и пятницу мы с мамашем едем на Тверской, вы разве не ходите гулять? Непременно будем проситься во вторник, и если меня не путят, я один убегу, без шапки, я дорогу туда. Знаете, что, сказала вдруг Сонечка, я с одними мальчиками, которые к нам ездят, всегда говорю ты, давайте с вами говорить ты. Хочешь, прибавила она с трехной головкой и взглянув мне прямо в глаза. В это время мы входили в залу и началась другая, живая часть Гроссфаттера. Давайте, сказал я в то время, когда музыка и шум могли сглушить мои слова. Давай ты, а не давайте, управила Сонечка и засмеялась. Гроссфаттер кончился, а я не успел сказать ни одной фразы с ты, хотя не представлял, не перестал придумать такие, в которых местоимение это повторялось несколько раз. У меня недостало на это смелости. Хочешь, давай ты, звучало в моих ушах и производило какое-то объединение. Я ничего и никого не видал, кроме Сонечки. Видел я, как подобрали ее локоны, заложили их за уши и открыли часть лба и висков, которых я не видал еще. Видел я, как укутали ее в зеленую шаль, так плотно, что виднелся только кончик ее носа, заметил, что если бы она не сделала своими розовенькими пальчиками маленького отверстия около рта, то непременно бы задохнулась и видел, как она, спускаясь с лестницы за своей матерью, быстро повернулась к нам, кивнула головкой и исчезла за дверью. Володя, Ивины, молодой князь, я, мы все были влюблены в Сонечку и стоя на лестнице провожали ее глазами. Кому в особенности кивнула на головка, я не знаю, но в ту минуту я твердо был убежден, что это сделано было для меня. Прощаясь с Ивинами, я очень свободно, даже несколько холодно проговорил с Сережей и пожил ему руку. Если он понял, что с нынешнего дня потерял мою любовь и свою власть надо мной, он верно пожалел об этом, хотя я старался казаться совершенно равнодушным. Я в первый раз в жизни изменил в любви и в первый раз испытал осталость этого чувства. Мне было отрадно переменить изношенное чувство привычной преданности на свежее чувство любви, исполненное таинственности и неизвестности. Сверх того, в одно и то же время разлюбить и полюбить значит полюбить вот вы сильнее, чем прежде. The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in a public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 24. В постели. Как мог я так страстно и так долго любить Сережу? Рассуждал я, лежа в постели. Нет, он никогда не понимал, не умел ценить и не стоил моей любви. А, Сонечка, что это за прелесть? Хочешь тебе начинать? Я вскочил на четвереньки, живо представила себе ее личико, закрыл голову одеялом, повернул его под себя со всех сторон. И, когда нигде не осталось отверстий, улегся, не ощущая приятную теплоту, погрузился в сладкие мечты и воспоминания, устремнив неподвижные взоры в подкладку стегнуло одеяло. Я видел ее так же ясно, как час тому назад. Я мысленно разговаривал с ней, и разговор этот, хотя не имел ровно никакого смысла, доставлял мне неописанное наслаждение, потому, что ты, тебе, стой, твои, встречал в нем беспрестанно. Мечты эти были так ясны, что я не мог заснуть от создастного волнения, и мне хотелось поделиться с кем-нибудь избытком своего счастья. Милочка, сказал я почти вслух, круто поворачиваясь на другой бок. Володя, ты спишь? Нет, отвечал он мне с сонным голосом. А что, я влюблен в Володя, решительно влюблен в Сонечку. Ну так что ж, отвечал он мне, потягиваясь. Ах, Володя, ты не можешь себе представить, что со мной делается. Вот я сейчас лежал, увернувшись под одеялом, и так ясно, так ясно видел ее, разговаривал с ней, что это просто удивительно. И еще знаешь ли, что, когда я лежу и думаю о ней, бог знает, от чего делаться грустно, и ужасно хочется плакать. Володя пошевелился. Только одного я бы желал, продолжая, это чтобы всегда с ней быть, всегда ее видеть, и больше ничего. А ты влюблен, признайся по правде, Володя. Странно, что мне хотелось, чтобы все были влюблены в Сонечку, и чтобы все рассказывали это. Тебе какое дело, сказал Володя, поворачиваясь ко мне лицом. Может быть, ты не хочешь спать, ты притворяешься. Ты притворился, закричал я, заметив по его блестящим глазам, что он нисколько не думал о сне, и откинул одеяло. Давай лучше толковать о ней. Не правда ли, что прелесть такая прелесть, что скажи она мне, «Николаша, выпрыгни в окно или бросься в огонь». «Ну вот, клянусь», сказал я, «сейчас прыгну и с радостью». «Какая прелесть!» прибавил я, живо воображая ее перед собой. И, чтобы вполне наслаждаться этим образом, порывстый перевернулся на другой бок и засунул голову под подушкой. Ужасно хочется плакать, Володя. «Вот дурак», сказал он, улыбаясь, и потом, помолчав немного, «Я так совсем не так, как ты. Я думаю, что если бы можно было, я сначала хотел бы сидеть с ней рядом и разговаривать». «Ааа, так ты тоже влюблен!» перебил я его. «Потом», продолжал Володя нежно улыбать, «потом расцеловал бы ее пальчики, глазки, губки, носик, ножки, всю бы расцеловал». «Глупости», закричал я из-под подушек. «Ты еще не понимаешь, презрительно», сказал Володя. «Нет, я понимаю, а вот ты не понимаешь и говоришь глупости», сказал я сквозь слезы. Только плакать-то уже незачем. Настоящая девочка. The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 25. Письмо. 16 апреля, почти 6 месяцев после описанного мною дня, отец вошел к нам наверх во время классов и объявил, что нынче в ночь мы едем с ним в деревню, что-то защемило меня в сердце при этом известие и мысль моя тотчас же обратилась к матушке. Причиной такого неожиданного отъезда было следующее письмо. Петровское. 12 апреля. Сейчас только. В 10 часов вечера получил я твое доброе письмо. От 3 апреля. И по моей всегдашней привычке отвечать тотчас же. Федор привез его еще вчера из города, но так как было поздно, он подал его мими нынче утром. Ими же, под предлогом, что я была нездоровая и расстроена, не давала мне его целый день. У меня точно был маленький жар. И, признаться тебе по правде, вот уже четвертый день, что я не так-то здоровый и не встой с постели. Пожалуйста, не пугайся, милый друг. Я чувствую себя довольно хорошо. И если Иван Васильевич позволит, завтра думаю встать. В пятницу на прошлой неделе я поехал с детьми кататься, но подле самого выезда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводил на меня ужас, лошади завязли в грязи. День был прекрасный, и мне вздумалось пройти пешком до большой дороги, покуда вытаскивали коляску. Дойдя до часовни, я очень устал и сел отдохнуть, а так как покуда собирались люди, чтобы вытащить экипаж, прошло около получаса. Мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах, и я их промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар, но по заведенному порядку продолжала ходить, а после чаю села играть с Любочкой в четыре руки. Ты не узнаешь, ты не узнаешь ее. Такие она сделала успехи. Но представь себе мое удивление, когда я заметил, что не могу счесть так-то. Несколько раз я принимала считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала раз, два, три, потом вдруг восемь, пятнадцать, и главное, видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. Вот тебе, мой друг, подробный отчет в том, как я за ним могла и как сама в том виновата. На другой день у меня был жар довольно сильный, и приехал наш добрый старый Иван Васильевич, который до сих пор живет у нас и обещается скоро выпустить меня на свет Божий. Чудесный старик этот Иван Васильевич. Когда у меня был жар и бред, он целую ночь смыгоглаз простел около моей постели. Теперь же, так как знают, что я пишу, сидит с девочками в диванной, и мне слышно из спальни, как он им рассказывает немецкие сказки, и как он, слушая, как они, слушая его, помираются о смеху. Ла Бель Флемонде, так как, как ты называешь ее, гостит у меня уже вторую неделю, потому что мать ее уехала куда-то в гости, и своими попечениями доказывает самую искреннюю привязанность. Она поверяет мне все свои сердечные тайны. С ее прекрасным лицом, добрым сердцем и молодостью из нее могла бы выйти во всех отношениях прекрасная девушка, если бы она была в хороших руках, но в том обществе, в котором она живет, судя по ее рассказам, она совершенно погибнет. Мне приходило в голову, что если бы у меня не все было так много своих детей, я бы хорошее дело сделала, взяв ее. Любочка сама хотела писать тебе, но не взорвала уже третий лист бумаги и говорит, я знаю, какой папа насмешник, если сделать хоть одну ошибочку, он всем покажет. Катенька все так же мяла, мими так же добра и скучна. Теперь поговорим о серьезном. Ты мне пишешь, что дела твои идут нехорошо эту зиму и что тебе необходимо будет взять хабаровские деньги. Мне даже странно, что ты спрашиваешь на это моего согласия. Разве то, что принадлежит мне не принадлежит столько же и тебе. Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня скрываешь настоящее положение своих дел, но я догадываюсь, верно. Ты проиграл очень много и нисколько вожусь тебе не огорчусь этим. Поэтому, если только дело это можно поправить, пожалуйста, много не думай о нем и не мучь себя напрасно. Я привыкла не только рассчитывать для детей на твой выигрыш, но извини меня даже на все твое состояние. Меня так же мало радует твой выигрыш, как огорчает проигрыш. Меня огорчает только твоя несчастная страсть к игре, которая отнимает у меня часть твоей внешней привязанности и заставляет говорить тебе такие горькие истины, как теперь. А Богу, известно, как мне, это больно. Я не перестаю молить Его об одном, чтобы Он избавил нас не от бедности, что бедность, а от того ужасного положения, когда интересы детей, которые я должна буду защищать, придут столкновения с нашими. До сих пор, Господь, исполняемая молитву, ты не переходил одной черты, после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которое принадлежит уже не нам, а нашим детям, или и подумать страшно, а ужасное несчастье это всегда угрожает нам. Да, это тяжкий крест, который послал нам обоим Господь. Ты пишешь мне еще о детях, возвращаешься к нашему, давнишнему спору, просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебное заведение. Ты знаешь мое предупреждение против такого воспитания. Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мной, но во всяком случае умоляю тебя из любви ко мне дать мне обещание, что, покуда я жива и после моей смерти, если Бог угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет. Ты мне пишешь, что тебе необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам. Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно. Весна чудо как хороша. Балконную дверь уже выставили, дорожка к оранжереи четыре дня тому назад была совершенно суха. Персики во всем цвету, кое-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорово, и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на апрельском солнышке. Прощайте же, милый друг, не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болезни, ни о своем проигрыше. Кончаю скорее дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудный план о том, как мы проведем его, и не достает только тебя, чтобы им осуществиться. Следующая часть письма была написана по-французски связанным и неровным почерком на другом кулачке бумаги. Я перевожу его слово в слово. Не верь тому, что я писал тебе мои болезни, никто не подозревает до какой степени она серьезная. Я одна знаю, что мне больше не вставать с постели, не теряй ни одну минуту, приезжай сейчас же и привозить детей. Может быть, я успею еще раз обнять тебя и благословить их. Это мое одно последнее желание. Я знаю, какой ужасный удар наношу тебе, но все равно рано или поздно от меня или от других ты получил бы его. Постараемся же с твердостью и надеждой на милосердие Божие перенести это несчастье. Покоримся волей его. Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредом больного воображения. Напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту. Я совершенно спокойна. Не утешай же себя напрасной надеждой, чтобы это были ложные, неясные предчувства обезливой души. Нет, я чувствую, я знаю. Я знаю, потому что Богу было угодно открыть мне это. Я стал жить очень недолго. Кончится ли вместе с жизнью моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существование, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам, а я знаю, что она будет существовать вечно. Уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться. Меня не будет с вами, но я твердо уверен, что любовь моя никогда не оставит вас. И эта мысль так отрадана для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти. Я спокойно, и Богу известно, что всегда смотрел и смотрю на смерть, как на переход к жизни лучшей. Но отчего же слезы давят меня? Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжелый неожиданный удар? Зачем мне умирать, когда ваша любовь делала для меня жизнь беспредельно счастливой? Да будет его святая воля. Я не могу писать больше от слез. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесценный друг, за все счастье, которым ты окружил меня в этой жизни. Я там буду просить Бога, чтобы он наградил тебя. Прощай, милый друг. Помни, что меня не будет, но любовь моя никогда и нигде не оставит тебя. Прощай, Володя, прощай, мой ангел, прощай, Вениамин мой, Николенька. Неужели они когда-нибудь забудут меня? В этом письме была вложена французская записочка мини следующего содержания, печальные предчувствия, которых она говорит, вам слишком подтвердили славами доктора. Вчера ночи она велела отправить это письмо тотчас же на почту. Думаю, что она сказала это в бреду, я ждала до сегодняшнего утра и решилась его распечатать. Только что я распечатал, как Наталья Николаевна спросил меня, что я сделал с письмом и приказал мне сжечь его, если оно не отправлено. Она все говорит о нем и уверяет, что оно должно убить вас и откладывать ваши поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда еще он не оставил нас. Извините, это Мараню, я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю ее. Наталья Савишна, которая всю ночь 11 апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне, что написав первую часть письма, мама положила его подле себя на стол и започивала. Я сама, говорила Наталья Савишна, признаюсь, задремала на кресле и чулок вывалился у меня из рук. Только слышу я сквозь сон через суток в первом, что она как будто разговаривает. Я открыла глаза, смотрю, она, моя голубушка, сидит на постели, саживала вот это крючки, а слезы три ручья, так и текут. Так все кончено, только она и сказала и закрыла лицо руками. Я вскочила, стал спрашивать, что с вами? Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела. Сколько я не спрашивала, больше она мне ничего не сказала, только приказала подать столик. Пописала еще что-то при себе, приказала запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж все пошло хуже да хуже. The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in a public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 26. Что ожидало нас в деревне? 18 апреля мы выходили из дорожной коляски у крыльца Петровского дома. Выезжая из Москвы, папа был задумчив, и когда Володя спросил у него, не больна ли мама, он с грустью посмотрел на него и молча кивнул головой. Во время путешествия он заметно успокоился, но по мере приближения к дому лицо его все более и более принимало печальное выражение. И когда, выходя из коляски, он спросил у выбежавшего, запыхавшегося фоки, где Наталья Николаевна, голос его был нетвертый, в глазах были слезы. Добрый старик Фока, украдко взглянув на нас, опустил глаза и, отворяя дверь в переднюю, отвернувшись, отвечал, шестой день уж не изволит выходить из спальни. Милка, который, как я после узнал с самого того дня, в который за немогла маман не приставала жалобно выйти, весело бросилась к отцу. Прыгала на него, взвизгивала, лизала его руки, но он оттолкнул ее и прошел в гостиную, оттуда в диванную, из которой дверь вела прямо в спальню. Чем ближе подходил он к этой комнате, тем более по всем телодвижениям было заметно его беспокойство. Войдя в диванную, он шел на отсыпочках, едва. Милка переводил дыхание и перекрестился, прежде чем решиться взяться за замок затворенной двери. В это время из коридора выбежала несчастно заплаканная мими. «Ах, Петр Александрович!» сказал нашепотом, с выражением истинного отчаяния. И потом, заметив, что папа поворачивает ручку замка, она прибавила чуть слышно. «Здесь нельзя пройти ход из девичьей». О, как тяжело все это действовало на мое настроение, на мое настроенное горе, страшным предчувствием детского воображения. Мы пошли в девичью. В коридоре попался нам на даку. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 27. Горе. На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще раз взглянуть на нее. Преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил двери и на цыпочках вошел в зал. Посредине комнаты на столе стоял гроб. Вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках. В дальнем углу сидел течек и тихим, однообразным голосом читал псалтырь. Я остановился у двери и стал смотреть. На глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать. Все как-то странно сливалось вместе. Свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовые, обшитые кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное высокого цвета. Я встал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо, но на том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый прозрачный предмет. Я не мог верить, чтобы это было ее лицо. Я стал глядываться в него пристальнее и мало-помало стал узнавать в нем знакомые, милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она. Но отчего закрытые глаза так впали? Отчего эта страдочная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачной кожей? Отчего выражение всего лица так строго и холодно? Отчего губы так бледны и сладок так прекрасен, так величественен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него. Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущей жизнью счастьем. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало передо мной и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении, живой, веселый, улыбающийся. Потом вдруг меня поражала какая-то черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза. Я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец воображение устало, оно перестало обманывать меня. Сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся. Не знаю, сколько времени пробыл я в этом положении, не знаю, в чем состояло оно. Знаю только то, что на время я потерял сознание своего существования, испытывал какое-то высокое, незастливое, приятное, грустное наслаждение. Может быть, отлетая к миру лучшему, ее прекрасная душа с грустью оглянулась на тот, в которого она оставляла нас. Оно увидело мою печаль, сжаливалась над нею, и на крыльях любви, с небесной улыбкой и сожалений спустилась на землю, чтобы утешить и благословить меня. Дверь скрипнула, и в комнату вошел дичок на смену. Этот шум разбудил меня, и первая мысль, которая пришла мне, была та, что, так как я не плачу и стою на стуле в позе, не имеющей ничего трогательного, дичок может принять меня за бесчувственного мальчика, который из шалости и любопытства собрался на стул. я перекрестился, поклонился и заплакал. Вспоминая теперь свои впечатления, я нахожу, что только одна эта минута самозабвения была настоящим горем. Прежде и после погребения я не перестал плакать и был грустен, но мне совестно вспоминать эту грусть, потому что к ней всегда примешивалось какое-нибудь самолюбивое чувство, то желание показать, что я огорчен больше всех, то забота о действии, которые я произвожу на других, то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чипцом и лицами присутствующих. Я презирал себя за то, что не испытывал исключительно одного чувства горести и старался скрывать все другие. От этого печаль моя была неискримна и неестественна. Сверх того, я испытывал какое-то наслаждение, зная, что я несчастлив старался возбуждать сознание несчастья, и это эгоистическое чувство больше других заглушало во мне истинную печаль. Проспав в этой ночь крепко и спокойно, как всегда бывает после сильного огорчения, я проснулся с высохшими слезами и успокоившимися нервами. В десять часов нас позвали к панихиде, который служил перед выносом. Комната была наполнена дворовыми и крестьянами, которые во всех слезах пришли проститься со своей барыней. Во время службы я прилично плакал, крестился и кланился в землю, но не молился в душе и был довольно хладнокровен, заботился о том, чтобы новый полуфрачик, который на меня надели, очень жал мне подмышками, думал о том, как бы не запачкать слишком панталон на коленях и кратко делал наблюдения над всеми присутствующими. Отец стоял у изголовья гроба, был блесен как платок и с заметным трудом удерживал слезы. Его высокая фигура в черном фраке, бледное выразительное лицо и, как всегда, грациозные и уверенные движения, когда он крестился, кланился, доставая в руку землю, убрал свечу и из рук священника или подходил ко гробу были чрезвычайно эффектны, но не знаю почему, мне не нравилось сном, именно то, что он мог казаться таким эффектным в эту минуту. Неми стояла, прислонившись к стене и, казалось, едва отдержалась на ногах. Платье на ней было измято и в пуху, чипец сбит на сторону, а пухшие глаза были красные, голова ее тряслась. Она не приставала рыдать раздирающим душу голосом и беспрестанно закрывала лицо платком и руками. Мне казалось, что она это делала для того, чтобы, закрыть лицо от зрителей на минуту отдохнуть от притворных рыданий. Я вспомнил, как накануне она говорила отцу, что смерть мамы для нее такой ужасный дар, которого она никак не надеется перенести, что она лишила ее всего, что этот ангел, так она назвала маму, саму смертью не забыл ее и изъявлял желание обеспечить навсегда будущность ее и Катеньке. Она проливала горькие слезы, рассказывая это, и, ее было истинно, но оно не было чисто и исключительно. Любочка в черном платье с обшитым флерезами и вся мокрая от слез опустила головку изредка, взглядывала на гроб и лицо и выражала при этом только детский страх. Катенька стояла поудле матери и, несмотря на ее выстинка личико, была такая же розовенькая, как и всегда. Откровенная натура Володи была откровенной в горести. Он то стоял, задумавшись, уставив, неподвижный взор на какой-нибудь предмет, в то рот его вдруг начинал кривиться, и он поспешно крестился и кланялся. Все посторонние, бывшие на похоронах, были мне несносны. Утешительные фразы, которые они говорили отцу, что ей там будет лучше, что она была не для этого мир, возбуждали во мне какую-то досаду. Какое они имели право говорить и плакать о ней? Некоторые из них, говоря про нас, назвали нас сиротами. Точно без них не знали, что детей, у которых нет матери, называют этим именем. Им верно нравилось, что они первые дают нам его. Точно так же, как обыкновенно торопятся только что вышедшую замуж девушку в первый раз назвать мадамы. В дальнем углу зала, почти спрятавшись за отворенной дверью, буфета стояла на коленях скорбленная седа старушка. Соединив руки и подняв глаза к небу, она не плакала, но молилась. Душа ее стремилась к Богу. Она просила его соединить ее с той, которую она любила больше всего на свете и твердо надеялась, что это будет скоро. Вот кто истинно любил ее. Подумал я, и мне стало стыдно за самого себя. Панихида кончилась, лицо покойницы было открыто, и все присутствующие, исключая нас, один за другим стали подходить к гробу и прикладываться. Одна из последних подошла проститься спокойнице какая-то крестьянка с хорошенькой пятилетней девочкой на руках, которую Бог знает зачем она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его, но только что я нагнулся, меня поразил страшный пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что проживу я сто лет и никогда не забуду его. когда вспомнил, всегда прибежит холодная дрожь по моему телу. Я поднял головку, на табурете подле гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала в руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и, уставив выпущенные глаза на лицо покойной, кричала страшным мистовым голосом. Я вскрикнул голосом, который, я думаю, был еще ужаснее того, который поразил меня, и выбежал из комнаты. Только в эту минуту я понял, отчего происходил тот сильный, тяжелый запах, который, смешиваясь с запахом латана, наполнял комнату. И мысль, что то лицо, которое за несколько дней было исполнено красоты и нежности, лицо той, которую я любил больше всего на свете, могло возбуждать ужас, как будто в первый раз открыло мне горькую истину и наполнило душу отчаянием. The end of the chapter. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава 28. Последние грустные воспоминания. Мама уже не была, а жизнь наша шла все тем же чередом. Мы ложились и вставали в те же часы и в тех же комнатах. Утренний и вечерний чай, обед, ужин. Все было в обыкновенное время. Столы, стулья стояли на тех же местах. Ничего в доме и в нашем образе жизни не переменилось. Только ее не было. Мне казалось, что после такого несчастья все должно было измениться. Наш обыкновенный образ жизни казался мне оскорблением ее памяти и слишком живо напоминал ее отсутствие. Накануне погребения, после обеда, мне захотелось спать, и я пошел в комнату Наталья Савишина рассчитывать поместиться на ее постели на мягком пуховике под теплым стеганым одеялом. Когда я вошел, Наталья Савишина лежала на своей постели и должно быть спала. Услыхав шум моих шагов, она приподнялась, откинула шерстяной платок, которым от мух была покрыта ее голова и, поправляющий пиц, уселась на край кровати. Так как еще прежде довольно часто случалось, что после обеда я приходил спать в ее комнату, она догадалась, зачем я пришел и сказала мне, приподнимаясь с постели, «Что? Верно отдохнуть пришли, мой голубчик? Ложитесь!» «Что вы, Наталья Савишина!» закричала я, удерживая ее за руку. «Я совсем не за этим! Я так пришел! Да вы и сами устали! Ложитесь! Лучше ложитесь вы!» «Нет, батюшка, я уж выспалась!» Сказала она мне. Я знал, что она не спала трое суток. «Да и не до сна теперь!» Прибавила она с глубоким вздохом. «Мне хотелось поговорить с Натальей Савишиной о нашем несчастье. Я знал ее искренность и любовь, и потому поплакать с нею было бы для меня отрадой». «Наталья Савишина!» Сказал я, помолчав немного и усаживаясь на постель. «Ождали ли вы этого?» Старушка посмотрела на меня с недоумением и любопытством. «Должно быть, не понимая, для чего?» Я спрашиваю у нее это. «Кто мог ожидать этого?» Повторил я. «Ах, мой батюшка!» Сказала она, кивнув на меня взгляд с самого нежного сострадания. «Не то, чтобы ожидать, а я и теперь подумать-то не могу. Но уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на покой. А то вот до чего довелось даже старого барина, вашего дедушка. Вечная память князя Николая Михайловича, был братьев, сестру Аннушку, всех схоронил, и все моложе меня были, мой батюшка. А вот теперь, видно, за грехи мои и ее пришлось пережить. Его святая воля. Он затем и взял ее, чуть-чуть она достойна была, а ему добрых и там нужно». Эта простая мысль отрадно поразила меня, и я ближе придвинулся к Наталье Савишне. Она сложила руки на груди и взглянула кверху. В полы влажные глаза ее выражали великую, но спокойную печаль. Она твердо надеялась, что Бог ненадолго разучил ее стою, на которой столько лет была сосредоточена вся сила ее любви. «Да, мой батюшка, давно ли, кажется, я ее еще нянчила, пеленала, и она меня нашей называла. Бывало, прибежит ко мне, обхватит ручонками и начнет целовать и приговаривать. Нашик мой, красавчик мой, индюшечка ты моя». А я бывало пошучу, говорю, «Неправда, матушка, вы меня не любите. Вот дай только вырастите большие, выйдите замуж и нашу свою забудете». Она бывало задумывается. «Нет», — говорит, «я лучше замуж не пойду, если нельзя нашу с собой взять. Я нашу никогда не покину. А вот покинула же и не дождалась, и любила же она меня, покойница. Да кого она и не любила, правду сказать. Да, батюшка, вашу маменьку вам забывать нельзя. Это не человек был, а ангел небесный. Когда ее душа будет в царстве небесном, она и там будет вас любить, и там будет на вас радоваться». «Отчего же вы говорите, Наталья Савишна, когда будет в царстве небесном?» — спросил я. «Ведь она, я думаю, и теперь уже там». «Нет, батюшка», — сказала Наталья Савишна, понизив голос и усаживаясь ближе ко мне на постели. «Теперь ее душа здесь». И она указывала вверх. Она говорила почти шепотом и с таким чувством и убеждением, что я невольно поднял глаза к верху, смотрел на картины, на карнизы и искал чего-то. «Прежде чем душа праведника в рай идет, она еще сорок мытарств проходит, мой батюшка. Сорок дней может еще в своем доме быть». Долго еще говорила она в том же роде и говорила с такой простотой и уверенностью, как будто рассказывала вещи самые обыкновенные, которые сама видала и насчет которых никому в голову не могло прийти ни малейшего сомнения. Я слушал ее, притаив дыхание, и хотя не понимал хорошенько того, что она говорила, верил ей совершенно. «Да, батюшка, теперь она здесь, смотрит на нас, слушает. Может быть, что мы говорим?» заключила Наталья Савишна и, опустив голову, замолчала. Ей понадобился платок, чтобы отереть падавшие слезы. Она встала, взглянула мне прямо в лицо и сказала дрожащим от волнения голосом. «На много ступеней подвинул меня этим к себе Господь. Что мне теперь здесь осталось? Для кого мне жить? Кого любить?» «А нас разве вы не любите?» сказал я с упреком и едва удерживаясь от слез. «Богу известно, как я вас люблю, моих голубчиков, но уж так любить, как я ее любил, никогда не любил, да и не могу любить». Она не могла больше говорить, отвернулась от меня и громко зарыдала. «Я не думаю, уже спать». «Я не думал, уже спать». Мы молча сидели друг против друга и плакали. В комнату вошел Фока, заметив наше положение и, должно быть, не желая тревожить нас, он молча и робко поглядывая, остановился у дверей. «Зачем ты, Факаша?» спросила Наталья Савишна, утираясь платком. «Изьму полтора, сахару четыре фунта и сарачевского пшена три фунта для кутиз». «Сейчас, сейчас, батюшка», сказала Наталья Савишна, торопливо понюхала табаку и скромным шашком пошла к сундуку. Последние следы печали, произведенным нашим разговором, исчезли, когда она принялась за свою обязанность, которую считала весьма важную. «На что четыре фунта?» говорила она, ворчливо доставляя и отвешивая сахар на безмене. «И три с половиной довольна будет?» И она, сняв с висков несколько кусочков, «А это на что похоже, что вчера только восемь фунтов пшена отпустила?» «Опять спрашиваю, ты как хочешь, пока, Демидыч, а я пшена не отпущу. Это Ванька рад, что теперь суматоха в доме. Он думает, а вось не заметит. Нет, я по тачке за барское добро не дам. Ну, видно ли это дело в восемь фунтов?» «Как же быть?» «Он говорит, то все вышло». «Ну на, возьми, на, пусть возьмет». Меня поразил тогда этот переход от трогательного чувства, с которым она со мной говорила, к ворчливости и мелочным расчетам. Рассуждая об этом впоследствии, я понял, что, несмотря на то, что у нее делалось в душе, у нее доставало довольно присутствие духа, чтобы заниматься своим делом, а сила привычки тянула ее к обыкновенным занятиям. Горе так сильно подействовало на нее, что она не находила нужным скрывать, что может заниматься посторонними предметами. Она даже и не поняла, как может прийти такая мысль. В тщеславии есть чувство самое несообразное с истинной горестью. Вместе с тем чувство это так крепко привито к натуре человек, что очень редко даже самое сильное горе изгоняет его. Тщеславия в горести выражается желанием касаться или огорченным, или несчастным, или твердым. И эти низкие желания, в которых мы не признаемся, но которые почти никогда даже в самой сильной печали не оставляют нас лишать ее силы, достоинства и искренности. Наталья же Савишну была так глубоко поражена своим несчастьем, что в душе ее не оставалось ни одного желания, и она жила только по привычке. Выдав Фоке требуемую провизию и напомнив ему о пироге, который надо было приготовить для угощения причина. Она отпустила его, взяла чулок и опять села подле меня. Разговор начался про то же, и мы еще раз поплакали, еще раз тверли слезы. Беседы с Натальей Савишной повторялись каждый день. Ее тихие слезы и спокойные набожные речи доставляли мне от раду и облегчение. Но скоро нас раззвучили. Через три дня после похорон мы всем домом приехали в Москву, и мне суждено было никогда больше не видать ее. Бабушка получила ужасную весть только с нашим приездом, и гореть ее была необыкновенна. Нас не пускали к ней, потому что она целую неделю была в беспамятстве. Доктора боялись за ее жизнь, тем более, что она не только не хотела принимать никакого лекарства, но ни с кем не говорила, не спала и не принимала никакой пищи. Иногда я сидя одна в комнате на своем кресле, она вдруг начинала смеяться, потом рыдать без слез, с ней делались конвульсии, и она кричала низким голосом бессмысленные или ужасные слова. Это было первое сильное горе, которое поразило ее, и это горе привело ее в отчаяние. Ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастье, и она говорила страшные слова, грозила кому-то с необыкновенной силой. вскакивала с кресла, с корнями большими шагами ходила по комнате и потом падала без чувств. Один раз я вошел в ее комнату, она сидела по обыкновению на своем кресле и, казалось, была спокойна, но меня поразил ее взгляд. Глаза ее были очень открыты, но взор неопределен туп. Она смотрела прямо на меня, но, должно быть, не видала. Губы ее начали медленно улыбаться и она заговорила трогательным нежным голосом. «Пойди сюда, мой дружок, подойди, подойди, мой ангел». Я думал, что она обращается ко мне и подошел ближе, но она смотрела не на меня. «Ах, коль бы ты знала, душа моя, как я мучилась и как теперь рада, что ты приехала». Я понял, что она воображала видеть маму и остановился. А мне сказали, что тебя нет, продолжала она, нахмурившись, «Вот вздор, разве ты можешь умереть прежде меня?» И она захохотала страшным историческим хохотом. Только люди, способные сильно любить, могут испытывать и сильное огорчение. Но та же потребность любить служит для них противодействием горости и исцеляет их. От этого моральная природа человека, еще живучая природа физической, горе никогда не убивает. Через неделю бабушка могла плакать, и ей стало лучше. Первой мыслью ее, когда она приходила в себя, были мы, и любовь ее к нам увеличилась. Мы не отходили от ее кресла. Она тихо плакала, говорила про маму и нежно ласкала нас. В голову никому не могло прийти, глядя на печаль бабушки, чтобы она преувеличивала ее. И выражения этой печали были сильны и трогательны, но не знаю, почему я больше сочувствовал Наталье Савичне и до сих порубеждаем, что никто так искренне, чисто не любил и не сожалел о маме, как это простодушное любящее создание. До смерти матери окончилась моя счастливая пора детства и началась новая эпоха, эпоха отречества. Но так как воспоминания Натальи Савичне, которую я больше не видал, и которая имела такое сильное и благое влияние на мое направление и развитие чувствительности, принадлежат к первой эпохе, скажу еще несколько слов о ней и ее смерти. После нашего отъезда, как мне потом рассказывали люди, оставшиеся в деревне, она очень скучала от безделия, хотя все сундуки были еще на ее руках, и она не переставала рыться в них, перекладывать, развешивать, раскладывать, но ей не доставало шуму и суетливости барского, обитаемого господами деревенского дома, к которому она с детства привыкла. Горе, перемены образа жизни и отсутствия хлопот скоро развили в ней старческую болезнь, к которой она имела склонность. Ровно через год после кончины матушки в нее открылась водяная, и она слигла в постели. Тяжело, я думаю, было Наталье Савишне жить, и еще тяжелее умирать одной в большом, пустом, Петровском доме, без родных, без друзей. Все в доме любили и уважали Наталью Савишну, но она ни с кем не имела дружбы и гордилась этим. Она полагала, что в ее положении экономки, пользующиеся доверенностью своих господ и имеющая на руках столько сундуков со всяким добром, дружба с кем-нибудь непременно повела бы ее к лицеприятию и преступной снисходительности. Поэтому, или может быть потому, что не имела ничего общего с другими слугами, она удалялась всех и говорила, что у нее в доме нет ни кумовьев, ни сватов, и что барское добро она никому по тачке не дает. Поверяя Богу в теплой молитве свои чувства, она искала и находила утешение, но иногда в минуту слабости, которым мы все подвержены, когда высшее утешение для человека доставляет слезы и участие живого существа, она клала себе на постель свою собаченку Моську, которая лизала ей руки, вставив на нее свои желтые глаза, говорила с ней и тихо плакала, воская ее. Когда Моська начинала жалобно быть, она старалась успокоить ее и говорила «Полно, я и без тебя знаю, что скоро умру». За месяц до своей смерти она достала из своего сундука белого коленкора белые киси и розовых лент с помощью своей девушки сшила себе белое платье, чепчик и до малейших подробностей распорядилась тем, что нужно было для ее похорон. Она тоже разобрала барские сундуки с величайшей отчетливостью по описи передо их приказчице. Потом достала два шелковых платья, старинную шаль, подаренные ей когда-то бабушкой, дедушкин военный мундир, шитый золотом, тоже отданный в ее полную собственность. Благодаря ее заботливости шите и голуны на мундире были совершенно свежи и сукно нетронуты молью. Перед кончиной она изъявила желание, чтобы одно из этих платьев, розовое, было отданно Володе на халат или бешмен, другое, пюсовое, в клетках, не для того же употребления, шаль, любочки. Мундир она завещала тому из нас, кто прежде будет офицером. Все остальное свое имущество и деньги, исключая 40 рублей, которые она отложила на поирмене и поминание, она предоставила получить своему брату. Брат ее, давно отпущенный на волю, прожил в какой-то дальней губернии и вел жизнь самую распутную. Поэтому при жизни своей она не имела с ним никаких сношений. Когда брат Натальи совершенную явился для получения наследства и всего имущества покойной оказалась на 25 рублей ассигнациями. Он не хотел верить этому и говорил, что не может быть, чтобы старуха, которая 60 лет жила в богатом доме, все на руках имела, весь свой век жила скупо и всякая тряпка тряслась, чтобы она ничего не оставила. Но это действительно было так. Наталья Савишна два месяца страдала от своей болезни, не переносила страдания с истинно-христианским терпением, не ворчала, не жаловалась, а только по своей привычке беспрестанно напоминала Бога. За час предсмерти она с тихой радостью исповедовалась, причастилась и соборовалась маслом. У всех домашних она просила прощения за обиды, которые могла причинить им, и просила духовника своего, отца Василия, передать всем нам, что не знает, как благодарить нас за нашу милость и просит нас простить ее, если поглупиться своей огорчила кого-нибудь. Но воровкой ниткой не поживилась. Это было одно качество, которое она ценила в себе. Надев приготовленный капот и чепчик, не облокотившись на подушке, она до самого конца не перестала разговаривать со священником, вспоминала, что ничего не оставила бедным, достала 10 рублей и просила его раздать их в приходе. Потом перекрестилась, легла и в последний раз вздохнула с радостной улыбкой, произнося имя Божие. Она оставляла жизнь без сожалений, не боясь смерти и приняла ее как благо, Часто это говорят, но как редко действительно бывает. Наталья Сашина могла не бояться смерти, потому что она умирала с непоколебимой верой, исполнив закон Евангелия. Вся жизнь в нее была чистая, бескорыстная любовь и самоотвержение. Что ж, ежели ее верования могли бы быть возвышеннее, ее жизнь направлена к более высокой цели, разве это чистая душа, от этого меньше достойной любви и удивления? Она совершила лучшее и величайшее дело в этой жизни. Умерла без сожаления и страха. Ее похоронили по ее желанию, недалеко от часовни, которая стоит на могиле матушки, заросшей крапивой и репейником бугорок, под которым она лежит, огорожена черной решеткой. Я никогда не забываю из часовни подойти к этой решетке и положить земной поклон. Иногда я молча останавливаюсь между часовней и черной решеткой. В душе моей вдруг пробуждаются тяжелые воспоминания. Мне приходит мысль, неужели провидение для того только соединило меня с этими двумя существами, чтобы вечно заставить сожалеть о них? The end of the chapter. The end of the book.